Друзья, всем Белка, с вами Катя и Митя Бельщики, и сегодня у нас 5-литровая бутылка! The Challenge! Сможем ли мы выпить ее? Ну, наверное, сегодня нет, потому что сегодня выпуск пацанок всего час 37. А знаете, когда мы сможем? Когда мы будем снимать на 100 тысяч подписчиков 24-часовую реакцию. Но! Но! А то мне, знаешь, начинают писать, Катя, какой вы будете смотреть сезон? Я говорю, а мы что, уже 100 тысяч до Нового года набрали? Ребят, у нас там 80-70 тысяч. 80-70 миллионов тысяч. Вы чего не подписываете? С 13 тысяч до Нового года, полтора месяца. Хотела сказать, час 10. Месяца 10 дней. Должны успеть, ребят. Да, а то уже начинают там, а что это вы пятый будете смотреть? Говно ваше с 5-й сезон, давайте первый или второй. Я не поняла, мы что, уже все 100 тысяч сидим, тут празднуем, свечи задуваем? Нет. Еще раз, если набираем до Нового года 100 тысяч подписчиков, то на новогодних каникулах снимаем 24 часа, смотрим реакцию. Если не набираем, то не снимаем. Поэтому мы начинаем. Давайте, друзья, ваше здоровье. Я холодную воду не пью. У меня наливают холодную воду, я пью только подогретую микроволновку 15 секунд. Ну так иди подогреть. Давай, конечно, надо тебе. Не, мне сейчас не надо, не надо, спасибо, дорогая. Хорошо. Давай. Школьный леди начинается 10-я неделя. Ученицы нежатся в кроватях и даже не догадываются, что сегодня Мариона... Как вам новый альбом «Просто Лера»? Да, давайте обсудим. Мне понравилось. Мне тоже. Она очень талантливый музыкант. В старом вагоне Питер, Владивосток, тетя-проводница поет про любовь. Я просто выпала. Топ-песня. Да. Прям крутая. Но мне показалось, что ее нужно было начать с припева, чтобы ее дальше слушали. Потому что куплет очень длинный и очень нудный. А мне кажется, сама Лера тащится от этого куплета. Слушай, да я так понял, сама Лера просто любит вот такие куплеты делать. Да, 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 да. С белым стихом, без рифм, без сего и пошла. Угу. Восемь утра, как у многих деловых людей. Мерседес закрасили, вдруг мы не поймем. Я бы не догадалась, я вообще не разбираюсь в машинах. Да, это все в булочек. Клаура идет или Татьяна? Я слышу каблучки. Топ-топ-топ-топ-топ. Макияж и этот день наш, но не двой, always с тобой. А спонсор сегодняшнего, вы... Извините. Кстати, хорошая барриклама была. Как враньетка была тампона рекламирована. Девушки, добрый вечер. Добрый вечер. Роза Сибитова пришла сегодня. Давай поженимся будем набирать девчонок. Вообще какая-то левая тетка, ну такая статная. Приводим себя в порядок, жду вас в учебном классе. Срок уже фильтрует базар. Какая-то левая тетка, статная, статная, нормальная. Митя, каждую секунду, у нас сегодня челлендж, просто каждую секунду останавливать, чтобы реакция была 100 часов. Мы уже так репетируем просто, если что. Подъем. Так спала, хорошо. Нет, пришла. Мало девчонок уже осталось, да? Не думала в учебном классе. Кстати, что мы не спускались, что ли? Вообще, знаешь, раз каждую секунду останавливаем, танк, неприятно мне видеть сейчас здесь. Да? Просто ситуация, типа, я не хочу больше видеть этого человека. Если сегодня не выгонят, ну хз. У меня прям к ней сейчас вот, прям отвратительно. Да, куда ты пошел? Да я свет тут пошел настраиваться, извините, пожалуйста. Да ничего страшного, это вообще сразу до видео делают. Ой, ну, ты знаешь, мы как-то все люди свои. Ну, это да. Все там видели. Девочки, подъем. Жду вас в учебном классе. Подъем. Завалится какая-то непонятная женщина с криками, что нужно подниматься срочно. Она не кричала вроде. А вы узнаете в учебном классе. Вы идите, мы догоним. Свежачком спустились вниз. Кто вы? Меня зовут Ольга Зайцева. Я специалист в сфере... Так это что, Ольга Зайцева? Ты что, Ольгу Зайцева не знаешь? Ты курсы продает в Инстаграме? Да, конечно. На 80 миллионов за ночь продала курсы. Чар. Ольга Зайцева, HR-специалист. Помогает в поиске сотрудников для крупных компаний. На этой неделе она проверит деловые качества пацанок. И поможет им раскрыть карьерный потенциал. Я не знаю, кто это... Мне скинули в директ. И прямо все пишут, Митя, ответь, пожалуйста. Все один человек. Все три. Три девчонки мне скинули. Я, правда, не знаю, как реагировать. Выкладываю, как Даша Громова сосется с Анной Тихой. Кружочек такой из Телеграма. И я не знаю, что делать. Я не знаю, я плакал. Ночь не мог заснуть. Даша Громова целовалась с Анной Тихой. Алкоголь еще никого не красил. Мы всегда говорим. Нормас! Можно было как-то по-русски сказать. HR. Чередейка, что ли? Какие чередейки? У нас же в мире их нет. Я вообще не слышала этого слова никогда в жизни. HR. HR или Human Resources. Это специалисты, которые занимаются не только подбором персонала. Моя церковь персонал и развитием персонала. От HR, наверное, многое зависит от меня. HR супер ли. Я предлагаю сейчас заполнить анкеты, для того, чтобы мы могли сориентироваться, какое направление будет наиболее эффективным для нас с вами. Попробуйте ответить максимально честно. Понятно, сразу стало, когда я взяла анкету, анкета труда типа вот. Но это не просто. А вон Маша устроилась после проекта фитнес-тренером в какой-то клуб. И она ведет частные тренировки, оказывается. Сколько тебе свободного времени, а? А я не знаю, мне почему-то все это скидывают. Считаю, что я главный эксперт. Ребят, я же не женек, я же не настолько в этом разбираюсь. Вот он точно шарит. Я не особо. Так поэтому тебе и скидут, чтобы ты шарил. А, ну чтобы я как бы стремился, да, к уровню? Да, надо все изучить. Ребят, продолжайте скидывать. Продолжайте. Продолжайте. HR определит, какими реальными навыками обладают девушки и насколько они совместимы с их карьерными ожиданиями. Ходить в шапки после проекта. Хорошо. Нормально. И на основе той информации, которую нам до этой встречи предоставили преподаватели, которые с вами занимались, мы подготовили для каждой из вас то направление, которое мы... Короче, кидзания сейчас будет. В общем, все поняли. Сейчас тут пожарный, врач, будут эти ролевые игры. Сейчас соответствует вашему профилю. Сейчас проверим, насколько ваше предложение совпадает с нашим предложением. Я хочу свою собственную организацию. Я не знаю пока что, это точно будет. Я стану режиссером. Потому что режиссером... Своей жизни. Режиссером я стану... Что, свою организ... Что они говорят? Они что, как будто сейчас 13-летних людей спросили. Да, либо на бизнес-молодость курсы сходили. Но я свою хочу организацию. Я правда не знаю, чем будет организация заниматься. Организовывать. Организовывать, видимо. Предприниматель, предприниматель. Есть такая песня у Ида Гарич. Только начни уже предпринимать. Что это такое там? Ну организацию. Организацию хочу свою. О-о-о. О-о-о организация. Правилом руководить всеми. Мне нужна такая творческая сфера. Там снять рекламу. Сходить на передачу. Просто присутствовать. Сходить на передачу. Что там в Малахову? Пусти там поплакать. Да, сказать, какая у меня плохая жизнь. Сходить на подсанки. Рассказать, как я буду каждую серию выбрасывать алкоголь из своей жизни. Перестану наркотики принимать. Главное. Не, мне просто интересно, что такая за профессия сходить на передачу. Вот это что за профессия такая сходить на передачу? А, еще классная профессия даже давать обещания. Даватель обещаний. Тоже неплохо. Погласен. Погласен. Стой, блин. Оля, клинер? А я старший клинер. Ну, старший клинер, я думаю, понятно почему. Потому что я старшая сестра. Ну, понятное дело, у меня это желание быть клинером. Слышь, сторожи. Нормальная ее профессия. Она любит вот это старожить и... Я доставщик. Не хочу в такой сфере, типа, двигаться. Мне нужна творческая сфера. Буфетчица. Ну, там, ну, кокс долбить. Бухлопить. Не надо, Мит. Ну, а что, творческая сфера? Разве творческая сфера? Не надо, Мит. Ну, вообще. Аниматор! Ее костюм, клянусь. Вот прям ее костюм. Дом аниматор здесь самый веселый. На чем? На петуха похож? Одно лицо. Крис-петух. Крис-петух. Я не буду одевать эту... Как это? Сама Кристина Желточенко наденет на себя костюм петуха. Да и вообще какой-то смешной костюм. Да ни за что в жизни. Это может одеть Танька Коширин. У меня есть честь... А надеть так вообще нет. Я правильно понимаю, что вы хотели бы должность посолить? Конечно. Я бы хотела бы что-то такое интересное, но тут... Блин, Маха, просто как будто она прям родилась в этой одежде. Ну, такой, если я ее в пятерочке встречу, то вообще даже... Даже не обращу внимания. Ну да. Не, ну на КПП такая сидит, тачка пропускает. Да, а вот раз в какую машину пропустить. Так, 380-45. На превью прям пойдет. Вообще супер. Балл. Не хотите работать... Знаешь, самое интересное, что... А что плохого во всех этих профессиях? Ничего. Вот они так к этому относятся? То есть это просто их показывает уровень вообще восприятия, что такое работа. А что плохого работать охранником, либо уборщиком? В Норвегии все люди вот так работают и совершенно спокойно себя ощущают. То, что у нас эти работы не ценятся и не оплачиваются, ну это наши внутренние проблемы. Так надо приходить к их пониманию и решению, что каждая работа должна быть уважаема. Я уважаю... Я знаете, как уважаю людей, которые убирают наш поселок. Я с удовольствием плачу все квитанции, ЖКХ, потому что я понимаю, что если они не будут работать, если я не буду платить за это, то мы засрем, в говне будем жить. Когда я вижу рабочих, я с каждым здороваюсь. Когда я вижу дворников, которые убирают урну только что, я со всеми здороваюсь. И я, например, Семику говорю всегда, вот дядя убирает, он делает наш поселок красивым и чистым. И он это понимает. И Семик идет потом, бумажечку какую-нибудь поднимает и выкидывает в мусор. Ним просто сняла, потому что... Подожди, подожди. Да. Уборщиками, охранниками и аниматорами у нашего HR есть предложение получше. У нас есть к вам предложение. Есть компания Dream Ships, которая заинтересована... Dream Ships? ...бесстрашных девушках. На руководящую должность. Как вы к этому относитесь? Подположительно максимально относимся к этому. Единственное условие. Нам требуется подписать контракт. И мы готовы прямо сегодня приступить к работе. В моем сердце было ни одного сомнения, что я должна на это согласиться, потому что я иду только вперед. Типа сравнение буфетчицей и топ-менеджер. Естественно, я выберу, ну, типа, более солидную работу. Должность и топ-менеджера. Кто такой топ-менеджер? Вы хоть объяснили бы. Наверное, нужно начать с того, чтобы понять, чем занимается топ-менеджер, прежде чем срать вашей работой вот этих уборщиков. Вы хоть понимаете, что там люди делают. А топ-менеджеры вы вообще не понимаете, что делают и как они работают. ...вводящая звена. Я хочу организовывать, но учиться для этого я не хочу. Понимать для этого я не хочу. Я просто хочу сидеть в красивом кресле и получать за это бабки. Ну, я считаю, что, в принципе, руководящие должности все так и работают. Там сидит начальник, у него красивое кресло, он пьет кофе и получает деньги, которые приносят ему обыкновенные рабочие. Слушай, так я сказала, я хочу сидеть в красивом кресле и получать бабки, получается. Это же мы-то или нет? Ну, вот так получается. ...обязанность к чему-то моего сторожа. Чувака сидит, чай пьет, бургер кушает. Я лучше буду руководить самой собой. Я сама у себя хозяйка. Итак, мы сейчас с девчонками поиграем в игру, они должны... Я сама себе хозяйка, назяйка, козяйка. И как там поется? Кто этого заткнет сегодня, Я уже не могу, мне уже плохо. Как вы вообще это смотрите? Ну, у меня настроение хорошее. Сейчас реклама, реклама сейчас. Потому что суши скоро приедут. Джибель, у меня такие же наушники, прикинь? Вообще. У меня у тебя другие. Смотри. Вообще, блин. У нее красные, а у меня вот, вот, смотри. Вот, вот, те же кнопки. Нет, они меньше, тупо по диаметру. Да нет, такие же. Глобой не меньше, ну посмотри, блин. Ну, ну, да и надо встать. Да вот, смотри. Вот так же надень вот на шею. Вот. Ну. Почему ты? Ну, просто интересный факт. Какой танец я танцую. Поехали. Подожди, это электро какой-то, техно. Нет, это тиктокер. Все, тиктокер. Хорошо, ладно. Тиктокер. Ну, да, Евгений. Кто? Ну, Евгений, ты что, серьезно не знаешь, кто это? Он написал почти все хиты 90-х. Реально крутой. Ну, по крайней мере, так говорят. Короче, его песни все знают, но его никто самого не видел. Он вернется в декабре. Ёп твою мать. Что? Это было? Что? Что это было? Это вообще, это что? Какой Евгений? А ни о чем вообще? Это какая-то супер рекламная интеграция. Которую никто не понял, да? Ну, ладно, только избрали. Ладно. Я думал, наушники будут рекламировать. В этом контракте столько воды. Ничего не сказано о компании. Нет, кроме ее названия. Никаких подписей. Никаких вообще ИП, ничего нет. Ну, типа, я не подписываю бумаги, в которых я, ну, не разбираюсь. Кто решил подписать, подписываем. Проходим, переодеваемся в костюмы топ-менеджеров. Начальниками пожелали быть Анастасия, Анна, Дарья, Лариса и Мария. Девочки решаются подписать контракт. Подвох явно, да, какой-то? Затем, естественно. Девушки из высшего общества. Так очень уверенно себя чувствуешь в этом. Вообще. Я даже по-другому разговариваю. Я чувствую, мне не хочется материться. Ну, плеч-то выпрямее. Вот, вот так вот. А то ты как-то вот так вот стоишь, как привычно. Но все равно ты менеджер. Ты топ-менеджер. А все уже нормально такие с Танюхой общаются, да? Как бы ничего и не было, да? Все хорошо, да. Не, ну срок же она же так топила. Оставьте Таню, пожалуйста. Ну, это было очень странный поступок, да? Потому что, ну, она не умеет, в принципе, руководить людьми. Ну, она может подчиняться тихонько, спокойненько, ничего не в ответ не говорит. А кто здесь может, Дашу Громову может руководить? Ну, Таня, Таня намекает на себя. Они подписали, потому что они думают, что это как-то связано с короной. И типа, если вы не ***, у королевы же забрали корону. И некоторые девочки думают, что ее заново будут кому-то там давать. Ну, все. Прям даже интересно. Че за подвох-то, а? Ячки, смотри, как не ващен, как не идет. На стюхи правда идет. Боже, ну я хотя бы на минуточку поняла, что вот она. Вот моя стезя, ***, быть богатой, обеспеченной женщиной. Нужен только один мужчина. И ничего не делал для этого. Остальные *** не нужны. Едем на Лайте просто. Такие две багиры. Очень круто. И нашего стандартного петь дороги, да? Давай, я еду со своим сторожем на работу. Если вдруг меня ***, то волю. Я и Сырочек. Это любовь всей моей жизни. Ну и ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Чё, Сырок, как тебе тачка? Тачка как тачка. Как бы такие скромные люди эти, топ-мэй, Анжела. Боже, меня так еще никто в жизни за мои 25 лет не бесил, как она меня бесит здесь за 10 недель. Мы приезжаем на Майбахе. Там грязно, ***, холодно. ***, как на каблуках неудобно. В принципе, ***, я чуяла, как будто прям вот видела. Как пахнет ***. Ну я расстроилась и хотела в Москву-Сити там минимум приехать. В какой-то красивый офис. Я хотела роллов заказать сразу же. Настюх, мы заказали, сколько к нам приедут, будем есть. Менеджеры попались. У меня обувь-то... Ну что топ-менеджер делает? Ну ролл заказывай в Москву-Сити. И каблук застряли, да они такие, э-э-э. Ну думаю, ладно, ферма-ферма. Думаю, сейчас, может быть, мы будем какими-то людьми управлять. Ну типа, кто работает на ферме. Итак, будущие леди. А сегодня топ-менеджеры. Я думаю, время познакомиться с вашими подчиненными. Сейчас вы все поступаете в распоряжение генерального директора компании «Дримшипс». «Дримшипс». Мухаммед. Да. «Дримшипс». «Наконец-то мы можем от души сказать «Салам алейкум». И он нам «Валейкум асалам». «Ваша задача» — выполнить...» Наконец-то такие. «И получить сегодня 10 тысяч рублей. Отдельный момент. Татьяна, Ольга и Крис сами примут решение, будут они помогать вам или не будут. А что, вдруг они будут-то? Девушки, я передаю вас в руки генерального директора. До встречи! Такое счастливое лицо у Мухаммеда. Вот ваши спецызадания. Мы действуем уже как топ-менеджеры. Я увидела, когда даете корову 2 тысячи. Опа, это моя стезя. Она... Это что сейчас было? Нет. Нет, давай я это сделаю. И как оно делается? Я... Нажимаем на ту титьку, а она ничего как бы. Прихода нет. Я выбрала почистить загон от навоза. Да не то, что они кусаются. Я не... Да тихо! Ну, страшно. Что-то рожа на тебя смотрит вот такими вот глазами. Ну, типа, я же не знаю, что в уме у нее-то. Надо было накормить овец, ноги им подстричь. Подожди, мне кажется, ты не справишься с ним. Я не справлюсь, а ты главное, чтобы справилась. Давай. Получается? Да. Ой. Ну, я девка-то трудолюбивая. Люблю работать. Вот. Ну, и решила взять все в свои руки, справилась с Даней. Ну, вообще, в руки все взяла Таня, по-моему. Так, пошло дело. Так, реально, даже не представляю жизни. А что делать, чтобы молоко пошло? Ну, погуглить надо. Ну, где они погуглить? Это понятно. Ну, ты вот тебя поставили в такую ситуацию. А по факту, реально, там же нужно навык этот иметь. Это же вам не так просто. Ну, это навык гуглится же. Я тебе говорю, вот тебя в ситуацию поставили в жизни. Да что, мы сто раз будем говорить, что гуглиться надо? Ладно, ладно. Так и не знаешь, чтобы оно потекло. Но это было в 18 и там была вот столечка. Вот так. А надо целое ведро. Вы же гоните, а сутки мы там будем сидеть. Был выбор, мол, типа, работать или не работать. Потому что бумажка никакая не подписана. Я, как бы, вообще очень далека от всей этой фермерской суеты. Мы поработали один час, даже не заработали 5000 рублей. У вас есть возможность заработать эти деньги. Вот новый список заданий. Не хотите работать, девочки? Есть для вас альтернатива – отведать кушание из свиного корыта или сфотографироваться с коровьим задом. Эти задания куда проще. Ну, сфотографироваться с коровьим задом лучше, чем. Можно сделать вот так вот в грязи, подстричь себя, найти 3000 в навозе и поцеловать овцу. Нет, спасибо большое. Лучше давай чай с пушками попьем. Но, опять же, есть работа, равносильно. Вот предложат миллион долларов, но ляг под кого-нибудь. Ты ляжешь, я – нет. Ну, типа, есть такие просто моменты, которые… Вот это сурок, который вечно рассказывает, как она ни под кого не ляжет. Она, наверное, так сюда этим кичится прямо. Это уже не первая рождация. Ну, когда тебе предложат, тогда расскажут, хорошо? Почему бы и нет? Ничего в этом такого не вижу. Вот это все. Глубже, глубже копай. Мы до утра как раз тут постоим. Вы нас ждете? Так, ну, Настя, логично, что мы без вас никуда не тронемся. Так займи, лошадь, овец покормить. Да еще что? Я тебя уже покормила, Настя. Это что, нормально так со мной разговаривать? Мне не понравился ее тон, мне не понравилась ее подача. Естественно, я искала тебя, я уже покормила. Ты считаешь меня овцой? Я не сказала, что ты овца. Настя, если тебя называют овцой, тебе говорят «ты овца». Там только два слова. Все. Ты считаешь себя королевой какой-то? Я не сказала, что я королева. Ты говорила, что ты на титул претендуешь. Я таких королев знаю, где видала. Что еще раз я, ***, расслышала? Крис! Среди своими ругаться? Ты что, гонишь? Близняшки всегда, они были, ну, как бы на моей стороне. Они были, ***, то, что Крис так высокомерно со мной общается. Я не могу на это не реагировать. На что? Вот на всю вот эту вот, ***. А Настя при чем? Ну, так вот вышло. Потому что ей обидно, что я не подгибаюсь под ее мнение. Вот и все. Это ее раздражает. Та-ха-па! Нахожу первый косарь. Я нашла! Я нашла! Так, мы нашли 2000 уже. Я нашла! Слава богу, все. У нас получается 8 тысяч. Все деньги так легко зарабатывались. Покопаться в навозе и найти 4000 рублей. А я-то представляла, что в навозе, типа, руками, там, а виллами и еще ничего. Да, виллами и уши, елл и пау. Уху! Вот леди так не ведет себя. Ну, ты зачем, типа, делать? Я не вижу смысла купаться, просто на *** лежать и ради тысячи это все делать. Это наше дело. Блин, Тань, я все понимаю, но вы в школе леди, у вас задание. В смысле вы не понимаете? У вас что, там есть выбор, делать это или не делать? Это что, их собственное желание? Девки хоть единственные пошли эти деньги зарабатывать. Потому что, может, они там потом пригодятся, их не выгонят. Нет, давайте все сложим лапки и будем сидеть ждать. Мне еще нравится, знаешь, размышления людей, которые, там, Таня с ее cool story, с ее бэкграунд, с ее семьей, такая, ради тысячи рублей я не буду в навозе копаться, что-то такое. Таня, типа, тысяча рублей, это отличная зарплата, блин, по меркам России, да? За день. Да, люди в день столько не получают. Да, люди в день столько не получают, а откуда у тебя такие ценники-то на твои услуги? Или они так изменились уже, тут пока в Москве пожили? Да, либо пафос немножко слоили. Или по жизни, да? Ну, как-то так. Девчонки вообще молодцы, респект. Что вы комментируете? Все стали комментировать, и Маша, и Таня, все комментировать. Неприятно, правда. Машина не делает. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, на самом деле, все было проверкой для вас. Мы хотели прочувствовать ваше отношение к труду. Некоторые из вас не готовы к упорной работе. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. А вы? Официантом. И продавала масла, и акции продавала. А незаконным способом вы зарабатывали деньги? Ну, если посчитать тот случай, когда мы с другом продали наркотик. Мне вот тогда 19 лет было или 18. Я вообще даже не думала, что это, в принципе, массовое убийство. Я вообще тогда об этом не думала. А кто из вас еще зарабатывал деньги незаконным способом? Да. Мы с сестрой очень много крали вещи дорогие, продавали их за полцены. Кто вас этому научил? Этим же самым промышляла наша старшая покойная сестра, поэтому мы это еще наглядно видели. Она еще умерла? Еще умерла. Стройку разбирали, там, по лет 11 было. И продавали кирпичи, срезали кобеля, медь сдавали. Ну, это воровство тоже, верно? Ну, да. А кто-то из вас мечтает быть руководителями и управлять другими людьми? Да, я. Главные навыки какие, скажите, для того, чтобы быть успешным? Целеустремленность, коммуникабельность. Уметь работать в команде. Еще что? Трудолюбие. Уважение самое главное. И все эти качества, о которых мы говорили, и я хочу, чтобы мы это все проработали серьезно. Пусть это неделя труда, и будет началом вашей подготовки к вашей новой, самое главное, самостоятельной жизни после школы. Готовьтесь трудиться упорно, ладно? Угу. Я вас люблю, удачи и до свидания. До свидания. Ну, да, Крис прям соответствует полностью критериям начальника. Уважает других. Целеустремленная. Что там еще? Что еще они говорили? Трудолюбивая. Трудолюбивая. Коммуникабельная. Поддерживает погоду в коллективе правильно. Ну, настоящая организатор, я считаю. И Таня тоже, да. Таня такая же. Прямо они все начальники. Всю неделю девочки будут обретать базу... На самом деле, когда спросили, я в голове ответил так же, как ноготочки. Уважение. В первую очередь нужно ко всем уважение к людям. А меня когда спросили, а я не хочу управлять людьми, вот меня бы спросили. То есть, мне кажется, ну, здесь такие самые низкие по интеллекту девчонки пошли такие, типа, да, я буду руководителем, это же сидеть, пить кофе, ничего не делать. Ребят, это большая ответственность, большой труд. И меня сейчас вот спросили, ты хочешь управлять людьми? Нет, не хочу. Ну, вот я, например, не хочу управлять людьми, я хочу работать с людьми вместе. Да. Это мне интересно, работать в большой команде, над каким-то большим проектом, идти к одной цели. Но не быть там главным и ходить всеми командовать. Да, они воспринимают эту работу именно так, что ты ходишь, командуешь и заставляешь людей бояться тебя. Но это не так. Навыки, которые помогут в построении успешной карьеры. Удастся ли пацанкам овладеть этими умениями, чтобы получить работу мечты? Или придется продолжать зарабатывать нечестным путем? Ну, мы заходим в какое-то красивое такое офисное помещение. Написана табличка «Биржа труда». Стоит опять Ольга. Добрый день, девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то из вас когда-либо обращался на биржу труда во время поиска работы? Нет, ну я знаю, что если туда встать, то тебе деньги платить будут. Нам предложили профессию уборщицы, когда мы туда пошли. Так смешно. Профессия уборщица такая ужасная. Особенно вот эти истории, когда уборщицы работают на себя, ходят, убирают несколько офисов и зарабатывают по 200 тысяч рублей. Такая ужасная профессия. Так плохо. Господи, это так невозможно этим заниматься. Вот организатор, вот это я понимаю. Режиссер. Режиссер своей жизни. Это унижение жесткое. Я бы не смогла, но в 25 лет, типа, у тебя силы у мозгов и ты идешь работать. Ну значит, и ты идешь, короче, красть. У тебя силы мозги и ты идешь красть и уподобляться своей сестре, которую ты боишься. Точно нет. При поступлении на биржу труда люди заполняют анкету-резюме, куда вносят всевозможные навыки, компетенции, сильные и слабые стороны. Я предлагаю вам заполнить подобные анкеты. Давайте. Опять-изинь. Эжиме, которое я заполнять не умею. Гибкое. Не, ну у сырка, между прочим, гораздо больше, ну как гораздо больше, на один, на вот больше, чем у других девочек. Мерчендайзинг называется. Мене выкладывать сырки. Никогда за что, ни за что. Строгое, естественно, жесткое, да. Мы должны работать с вами, потому что я топ. Все, я готова. Татьяна, места работы. Вармен, грузчик, пенсионный агент, кондуктор, автомойщик. Из разных сфер, да, у нас работы. Я вообще не знаю, кто бы взял бы Таню на работу. Я вообще, когда узнала, что у Тани была официальная работа. Серьезно? Почему все-таки уходили? Боялись то, что я могла уволить там прям даже директора, даже замдиректора. Типа угрожала просто не раз. Алло, когда денежки мне отдадим за мои рабочие дни? Она их скидывает. Передай. Я зайду сюда уже баллончиком. И все сделают. Вот этот магазин ваш. Потому что, когда меня заставляли обманывать людей, продавать просрочку, я этого ничего не делала. И они ругали меня за это, а я на них кидывался. А ты говоришь, что такая меня заставляет в плюде травить? И мы ругались, они говорили, да тебе тут вообще делать, типа, нечего. Ваши недостатки? Курю. Ругаюсь матом. Но мне больше всего понравилось. Делаю, что хочу. Понимаю, что меня никто с такой анкеты не возьмет. Тем более, в офисах какие-нибудь. Только на максимум дворник вот именно. Дворник возьму. Анастасия, желаемая должность депутат, прокурор. По-серьезки? Да, если по-серьезки двигаться, я бы могла попробовать себя в этой должности. А почему бы нет? Депутат. Так надо как бы идти там учиться, а не на спине у какого-то там мужика сидей, когда он тебя бьет и обеспечивает. Насть. Насть, даже для маникюра нужно обучением пройти. Насть. Сидячие на кресле кому-то что-то приказывают для меня. Они ничто. Ну вот, качество депутата. Да. Какой бы законопроект вам бы был. Десятая серия, ничего не меняется. Вот вообще ничего. А они так и выйдут. Ничего не изменится. Знаешь, как изменились пацанки из прошлого сезона, вот все это обсуждают? Что они располнили? Знаешь почему? Ну, просто они... При этом они никак особо не изменились ментально. У них появилась реклама этих ставок, они стали хорошо кушать и все. Это единственное их изменение. Так же с этим девчонками. Я, кстати, заметила, что они располнили, но я посчитала просто некорректно сказать в прошлой серии. Я заметила, потому что я, в принципе... Нет, мы не обсуждаем это в плане, что, ой, какие толстые жирухи, ничего такого. Они просто, просто располнились из-за того, что стали лучше жить в Москве. Но ментально они никак не изменились. Они продолжают рекламировать ставки, продолжают... Ну, есть там парочка, может, кто смог, там, там, та же Милос, она стала ревизора. А потом свою подругу пырнула. Когда? Сильно изменилась. Но Милос... Пырнула подругу? Ну, да, с которой жила. Уже будучи ведущей? Да. Ну, поэтому ее не так особо показывали в кондитере. Да ладно? Я вообще... Потому что как раз в эту неделю был вот этот скандал. Ты... Господи, Митя, откуда у тебя свободного времени столько? Мы же с тобой вроде вот живем 24 часа вместе. Когда ты все это успеваешь черпать? Это вот когда я в туалете пропадаю на часы, я вот там всю информацию черпаю. Ау! Было интересно. Когда это, да, уже выходить с пустыми руками стыдно. Уже так долго тебя не было. Что это? Продвинуть. Я вам расскажу, как это, феминизм, вот. Я бы установила феминизм. Я бы боролась... Мне сегодняшняя серия очень сложно дается, потому что, блин, такая концентрация тупости, что я прям уже сижу. Уж насколько я хорошо к девчонкам всегда отношусь. Ну, меня, во-первых, очень напрягает присутствие Татьяны здесь. Прям сильно напрягает. Вы знаете, что Руков говорит? Меня так никто никогда не бесит. Меня обычно люди вообще не бесят. Ну, они если меня бесят, я просто их не смотрю, поэтому меня не бесит. А так как я здесь, ну, смотрю... И приходится смотреть, да. То вообще... Ну, куда есть какие-то депутаты, прокуроры, что они вообще не сутки? Это просто смешно. Детский сад. Детский сад, реально. Как будто на утренник пришли и спрашивают. Ну, там, когда людям по пять лет, они могут это говорить. Это воспринимается хорошо, нормально. Ну, я вот все детство говорю там, я хочу стать дизайнером одежды. Ну, типа смешно. Митя там, допустим, пожарным хочу стать. Ну, смешно, прикольно. Ну, сейчас сидеть я буду прокурором. Девахам по 25 лет, 23 года. Вам как бы нужно было обучаться, чтобы стать прокурором. Или, знаешь, я сейчас буду говорить, я врачом хочу стать. Это примерно то же самое, что прокурором. Ну, там, реально, минимум пять лет обучения. Минимум. Какие пять лет? Там нужно защитить все кандидатские, стать доктором наук, чтобы пойти по этой линии. Это же не адвокат, это же все-таки прокурор. Адвокат, в адвокатуре. Не, не нужно обучение проходить. Слушай, везде для подобной профессии нужны знания, нужны навыки. И эти навыки люди получают до 35, до 40 лет. Они продолжают учиться всю свою жизнь. Действительно, можно переучиться. Допустим, ты там кем-то работал, ну, не знаю, там, ткачом. И ты хочешь переучиться стать самым менеджером. На это реально можно пройти курсы. Если бы они сейчас, конечно, у нас интегрировались, мы бы их назвали. Но их очень много сейчас. Есть профессия, там, графический дизайнер. Можно, можно за год, например, мне кажется. Но если у тебя хоть какие-то минимальные способности. Кондитером стать. Кондитером, есть профессия, мастер маникюра, да. Но все же вы такие базовые специалисты. Я хочу стать руководителем, режиссером. На которые люди кладут всю свою с*** жизнь. Да, да, именно. Ну, то есть, ну, прям не могу, короче. Бамблюсь я сильно сейчас, все. А женщины? Одной какой-то женщины конкретно? Женщины работают, мужики готовят, пусть. Ну, я считаю, что да, все правильно. Мужик должен с ребенком сидеть. Мужик должен рожать, потому что они сильные, я считаю. Они... Почему девушка ходит, надрывается с животиком, рожает? Да должны у мужиков все быть. Ну, там неважно, я считаю, очень образование. Календжовая серия. Главное, набор, который у меня есть. Конечно же, моя красота и поддержка. И деньги найдем, неважно. Настя очень часто психует. А в таких сферах психовать вообще нельзя. Нельзя даже показать... Громова у нас вообще прям интеллект номер один теперь стал. Да, я. Мы должны работать с вами, потому что... Я лучше всех. Татьяна. А? А что у нас происходит? Не интересно сейчас? Интересно, я слушаю. У Таньки Шилова, ***, она как трехлетний ребенок, реально. Когда мать с собой берет *** на работу, и так, на тебе листик, на тебе телефон, на тебе мою губнушку, ***, сиди, делай, что хочешь. Ну да, в хорошее сравнение, кстати, Крис, да. Здесь я хочу сказать, что я хочу соревноваться с Марией. Да? Мы должны работать с вами, потому что я лучшая, что было в вашей жизни. Ну как серьезный человек может так ответить? Ну вот как? Какие там режиссеры, какие руководящие должности, если человек просто адекватно не может написать, почему мы должны с нами работать. Потому что я там, не знаю, пунктуальная, ответственная. Ну что, почему мы должны с тобой работать? Я бы много могла причин написать. Катя, ну смотря на какую должность. Ну да. Просто так, типа, написать свои классные качества, это глупо. То есть нужно качество свои писать под конкретную работу. Не, ну тебе вот дали такую анкету, как пацанки. Что бы ты написала? Почему? Ну я бы написала, потому что я ответственная, пунктуальная, коммуникабельная. Часть, да. Увлеченная своим делом. Вот так. Не знаю. Я бы ко всему тому, что ты написала, но я, правда, не очень коммуникабельный, Я бы написал, что я легко воспринимаю информацию и быстро учусь. Могу быстро разобраться в том, чего я не знал до этого. Ну, это всегда прокатывало. А у меня именно то, что я все всегда очень ответственна. Плюс у нас есть образование. Ну это понятно. Нет, ну, я хотел говорить про свои положительные качества, что в какой-то веке не застеснялась, и меня просто забил мой арбузер, блин, вот тут. Ну вообще невозможно. Короче, я просто очень гиперответственна, я все всегда выполняю в срок. У меня не бывает вот этих горячих дедлайнов, слишком, у меня даже это бзикно. Я еще очень всегда вовремя прихожу, а то и за час могу прийти, никогда не опаздываю. Ну, такое немножко даже какое-то отклонение небольшое. Ну, в общем, все задачи, которые будут поставлены, я могу выполнять. Вот, все. Просто рассказала вам, может быть, не знаю. Навыки, ты понимаешь, под каждую работу нужны навыки. Ну, конечно. Это слишком общее, так про каждого вообще человека можно сказать. Что я лучшее, чтобы было в вашей жизни. Да, но это... Я бы никогда такого даже в шутку не сказала. Ну, короче, ладно, мы похвалили себя, идем дальше. Давай, дальше травить девчонок, да? Да, мы не травим это так, чисто. Да, я не травим. Надо что-то тут обсудить. Ребят, мы, честно говоря, шутим, обсуждаем. Да, больше без этого. Ну, совершенно. Конечно, хорошее. Тише, ты еще. Фиолетово. Все. Было бы нам фиолетово, мы в это шоу вообще не смотрели бы, если бы нам был фиолетово. Вот нам на «Отскок ухню фиолетово», мы ее и не смотрим. Потому что, ну, реально, ну, выжить из себя эмоции ты не можешь. Вот, ну, просто не можешь, если тебе не интересно. За девчонок мне все равно интересно. У тебя с Танюху удалят, и я прям вообще дальше пойду как по маслю. Потому что мне все же интересно, кто будет у нас финалистами. Финалистами кто? Ручку разрисовала Настя, как с ребенком с ней. У Настей какой-то материнский инстинкт, я не могу понять. А почему нет? Против нее на костре голосуешь. Я вот думаю, что как раз Анастасия самая тут семейная. И если ей бы попался хороший, адекватный мужик, который бы ее любил, не бил и так далее, не использовал, она бы с удовольствием завела бы детишек, там, двоих-троих, и была бы прям такой мамочкой в диагре эти хорошие. Я думаю, что в ней вот это зерно женственности, оно на самом деле самое здесь большое, и у нее очень, в общем, короче, впереди. Черную метку получает Таня. А, Дима, секрет. А потом с ней сидишь в обнимочку. Ну, как-то это слегка странно, честно признаться. Анна? Да. В свои сильные стороны вы отнесли умение слушать и слышать. Но не слышит она. Она все слышит, поверь. Этот человек – мышь. Вот я до этого ее крысу называла, а она мышь. Она вот сидит и наблюдает за всем. Наблюдает. Как это диагноз есть такой? Развоение личности. Конечно. Вот она с нами такая тихая, вообще ни слова. А на синхроне. Там такой... Ну, точно так же, как и ты, Крис. Да не, Крис и в жизни херачит. Вот не надо про нее говорить. Не-не-не, она и там, и там всех поливает, вот. Бьется, уж простите. Сидит Кравцова. Ой, давно вам моменты не пересматривали. Это моя самая любимая. Скороносная. Парень, что-то там. Сколько раз интересный этот момент показали. У меня тоже очень вкусная холодная вода. Спасибо, я еще не глотка не выпила. У меня даже кружка ледяная. Вот она потеплевает. Почему Крис пристала к этому сурку вот данным, вот сейчас? Вот мне непонятен ход ее. Я вообще не понимаю, почему пристали к этому сурку, типа. Ань, у тебя есть цель на проекте? А к какому сурку надо пристать? Ну, я просто интересуюсь. Я тебе не буду отвечать на вопросы. Ну, а мне интересно. Слушай, я тебе, если честно, вообще не верю, поэтому, что там тебе интересно, еще не факт. Ее учителя сказали на выгоне. Налаживайте коммуникации, вам дана неделя на это. Ну, с тобой сложновато коммуникацию наладить. Ты же не такая, как мне кажется. Мне кажется, Крис, у него иногда слишком, вот она, слишком она себе высокого мнения. У меня такое ощущение, что девочки просто слишком долго находятся в незнакомом пространстве вместе. Они же как бы не выбирали дружить, да? Просто вот, ну, набрали людей. И им, ну, типа, десятый выпуск, 10 недель живут, но они просто уже вешаются друг от друга. И вот эти все конфликты обострились. Вчера было лично очень обидно услышать, что я, оказывается, овца. Это реально было неприятно. Так займи, может, овец покорми. Ты еще что? Я тебя уже покормила, Настя. Ты считаешь меня овцой? Такого не было. Нет, так было, не надо рассказывать. Это было так, все это поняли, с таким подтекстом. Я не называла ее овцой, это была просто метафора. Она ходит и говорит, ты называла меня овцой. Настя, если тебя называют овцой, тебе говорят, ты овца. Там только два слова. То есть ты реально считаешь, у нас из всех зрителей, продюсеров, Настю, ноготочки настолько глупыми, ну, серьезно. Ты пытаешься гнуть свою линию. Это прям мерзко смотрит. Это прям мерзко. Это получается, ты такая глупая, значит. Ты настолько тупая, что постоянно вот это продолжаешь говорить. И думаешь, что мы в это поверим. Я такого не говорил. Ну, ребят, ну, на суде, как говорится, будешь наказывать, да? Это как стендаперы какие-нибудь там. Я не говорю. Ну, так же все еще понятно, тут понятно, да. Человек при этом не подошел и не поговорил, и не заявил. Ну, русский язык, он многогранный. Можно разные фразы сказать по-разному. Ты выбрала второй способ. Может быть, здесь как бы юридическим путем ты бы не доказал, что он это сказал, но мы же не тупые реально все-таки, да? Ну, я говорю, если бы юристы разбирали, вот она бы с таким стендапом выступила и овцой кого-то другого назвала. Угу. Кого-то. Не докажешь мне. То есть вы считаете, что это в порядке вещей. Мне такое не важно. Ну, все все поняли. До свидания. Вот это цирк поганый, а. Это не цирк, Кристина. Это просто уже... В этой серии нам Крис будут топить. Раунд! Да, сырок бомбанула вообще, как не по-детски. Ну, ты докривляешься, Кристина, отвечаю. Тебе стоматологу надо будет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Она, слава богу, начала свою точку зрения высказывать. Понимаете, это для меня важно, когда человек может высказать. Тому, который, типа, умничает. И ты ему такое говоришь. А это стадия. Ну, пуская. Ух ты. Я, конечно. Ты десять недель ходила язык за genuinely, а тут ты решила кинуть мне угрозу. Это смешно. Я не знаю, кто там, Машка рядом с ней сидела и энергии передала Псковской. Что произошло? Мне кажется, что Аня немножко неправильно поняла то, что преподаватели сказали наладить коммуникацию с девочками. Она чуть-чуть неправильно поняла. Она думала, что ей нужно с кем-то зарамсить, чтобы ее увидели. Но это не совсем то. Девушки, давайте продолжим. Мы сейчас долго обсуждали сферы, послушали, что говорят другие. Давайте запишем все-таки сферу, профессию, которую бы вы хотели действительно посвятить себя. И прикрепите этот листочек под своей фотографией. Я, наверное, хотела коучингом заниматься. Я просто представляю, какой это, на самом деле, объем информации мне придется, насколько мне всего придется узнать, научиться из туда-сюда. Но это, наверное, то, чем я горела бы. Я буду управляющим либо директором собственной компании. Я буду помогать животным. Таня ветеринар, если она обучится этому реально и будет практиковаться, у нее все получится. Главное не бросить на полпути с ее психами. Учиться она не хочет на ветеринара, потому что она говорит, что она видит глазами, глазами все запоминает. Вот. Но я считаю, что нужно сначала пройти теорию, а потом уже перейти к практике. Таня, наклей, а? Да, клей. А я думаю, если бы Таня сейчас показали этот закадр, она бы Махи обмазала, не разбираясь вообще в сути просто. Да, иди на. Маша точно не справится, потому что у Маши нет духа. Она может просто стоять и бить. Все. Где не надо думать, не надо креативить. Вот. Для Маши, вот, пусть она идет в свой бокс дальше и боксирует. А что плохого? Пойти фитнес-тренером. Если ей это нравится. Если она боксом занимается всю свою жизнь. Я тоже не понимаю. Она там будет и зарабатывать хорошо, и с людьми контактировать, и развиваться может. И кайфовать просто. Да, красивые люди будут окружать. Она будет результаты видеть. Вообще, отличная профессия. Делать людей лучше. Какой в жопу! Режиссер театра и кино. И театра, и кино. Ну давай... Все. Звукарь. Это кто звукарь? Гришки. Она, кем только она не хочет... Она хочет быть звукорежиссером. Хочет... Она завтра увидит оператора. Оператором захочет стать. Девушки, для того, чтобы добиться успеха в любой из сфер, которые вы сегодня вынесли на доску почета, требуется трудиться. Очень много. Вы к этому готовы? Да. Стихи, песни? Ну все, сырку еще-то дали. Один раз похвалили ее за то, что она побубнила со сцены. Все, теперь она стихи, песни. Конечно. Тогда до встречи на следующем испытании. Будет что-то интересное. Будет, походу, будем пробовать себя в этих профессиях. А что, нет? Только попробуй меня депутатом не поставить. Меня быстро в Министерство Москвы, я присяду там на своей трибуне и буду. И сейчас будет интеграция нового шоу на пятницу с поворотом 180 градусов, где ты выбираешь профессию, которой ты хотел бы заняться. Сейчас вы пишете все правила феминизма. Я сегодня тебе напишу свободное время на лбу. Так я же... Увлекающаяся личность. Нет, мне туда присылали заявку. Я заявку туда подавал. Ну я потом уже... Я эту не отправил визитку. Видео-визитку надо было снимать. То есть мы могли бы тебя увидеть там. А кто там ведущий? Понятия не имею. Новое шоу на пятницу. И будет на что реакции снимать. Вот это круто. Жалко, что тебя не взяли. Ну ты потому что... Меня не взяли, я просто визитку не послал. Как визитку. Вот время у тебя есть смотреть какие-то там пики, фотки в директах? А это нет. Просила бы я тебе сняла видео-визитку. Ну постеснялась. Как меня, блядь, на какое-то шоу, на первый канал. Так давай, пусть я там это херач. А как самому на что-то видео-визитку? А как мне интервью часовые проходить? Продюсер. Да, правда. Универсальное умение, необходимое в любой профессии, возможно. И первое испытание направлено на работу с клиентами. О, люблю этот живописный мост вообще. Живописный он называется? Мне кажется, да. Короче, приезжаем мы на какую-то трассу. Почему дивный? Ты уверена? Только смотрите. Окей. Сейчас. Живописный мост. По-моему, живописный, нет? Неужели я всегда его неправильно... Фу, блин, живописный. Да, молодец. Я помню, когда я прям первые разы в Москву приезжал, я каждый раз такая, вау, это же нереально. Когда по нему едешь внутри. Машины. Ну, у меня плохие мысли пошли. Нет, конечно, вообще, огонь. Я не буду, ***, никакой работать. Думаю, ***. Все, сынок, все переживает, шеи приезжает. Я не могу, все. Ладно, окей, все, ладно. Все к своей стройке. Нет, это ее вообще стезя. Подходим, видим фургончик, туалет и беседку. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушки, сегодня у нас есть уникальная возможность с вами проявить себя. Ну, я скажу это волшебное слово, поработать. HR подбирает... Приятная девушка, кстати, HR. Я бы купила у нее курс за миллион рублей. Фудтраки сегодня работают. О, я бы поработала в фудтраке. Ой, блин. Мы работали в фудтраке. Да, ребят, мы с Митей вообще, мы такие прошаренные. Мы бы вам там тайкую шавуху выдавали. Знаете, как мы вдвоем с ним пахали? Хорош. И Крис. Нам досталось в фургончике готовить прекрасные гамбургеры, худдоги. Ву-ху. Я так обрадовалась вообще конкретно. Я с Таней обожаю работать. На Астане вообще прекрасно налаживается на отношениях. Нам показали только что кадр, как она говорила. Я все, ладно, все. Я что-то не понимаю. Может, там еще месяц прошел. Платные туалеты отвечают. Вася, только не на ***. Ну так-то готовить бургеры посложнее, чем просто принимать деньги. Дарья Гробова и... Мария Лебедева. Да какого *** вообще? Нет, ну толчки я драть точно не буду. Мне, короче, было, конечно, неловко, стыдно даже. Ну, работа, конечно... Я в беседку. Беседка досталась безняшкам и застырку. У нас был план какой? Убрать хорошенечко беседку. Убрать с каждого человека по 500 рублей. Может быть, если какая-то увеселительная будет программа. Сырок станцует, не знаю, может, что расскажет какие-нибудь свои стихи. Ваша задача заработать сегодня 10 тысяч рублей. Девушки, еще один важный критерий, по которому будет оцениваться ваша работа, это уровень удовлетворенности клиентов. Каждый из них оценит вашу работу. Клиенты смогут оценить сервис... Как в нашем шоу на ютубе, когда мы оцениваем торт. ...на доске почета грустный или веселый смайлик. Я желаю вам удачи. Спасибо! Я вот знаю, что в Москве есть такой музей, не по-моему, сейчас как называется. Современное искусство. Нет, это не современное искусство, другое какое-то. Там можно смайлики ставить по произведению, там картине, скульптуре. Вообще, хотим туда сходить, но... Но когда... Но пятница снимает слишком много шоу, поэтому нам некогда. Спасибо вам, наш любимый родной телеканал. Поздравляем вас с днем рождения. Да. Там же можно в любой день поздравлять с днем рождения. Ну да, да. Как и Юлиану Параулу. Кто смотрит кондитеры, понял. ...одновременно приезжает много туристов. И все незамедлительно хотят поесть, отдохнуть и посетить упорно. Незамедлительно поесть. Смогут ли девушки достойно и качественно обслужить клиентов, несмотря на экстремальные условия труда? Где-то у нас такие фуд-траки стоят на трассе? У меня общепита просто... Да, честно говоря, не разумеется, сколько мы по России катались. Именно фуд-траки нигде не видел. Фуд-траки стоят на флаконе, на хлебозаводе, о арт-плее, то есть по всяких хипстерских стильных местах. Но вот на дороге никогда не видел. Только в Америке так, наверное. Итого, может быть, в Америке не так. Я работала официанткой, админом. Я работала барменом. Я перепробовала все на свете. Поэтому ничего сложного. И все. Бургеры я никогда не делала, но я их ела. Я заказала тебе гамбургер. Хорошо? Да. О, хорошо, что бутерброд. Вот прям хорошо. Я умею есть. Как на улице нормально. Значит, я знаю, как их делать. Мы рублей 500 точно должны поднять. У нас есть специальная тактика. Девчонки кормят их бургерами. Они пьют колу и идут к нам. Ой, пари заказной подъехать. О, подчерк. Арава гостей. Когда приехал автобус. Ой, чисто по кольцу России вот эти путешественники. Да, по золотому. Там народу было, не знаю, штук 500 мне оказалось. Да прям 500, ага. Да, прям вижу. Тысяча. Эти люди, они забежали толпой. И они просто прорвались прямо к туалету. В туалет, да? Вам с бумагой или без? С бумагой, конечно. С бумагой 60 рублей. Да вы с ума сошли. А что так дорого? А руки-то можно помыть? В туалет вход только платный. Да. Рошмар какой-то. Стойте, стойте, нельзя, нельзя, нельзя. Все давай кричать. Ой, а можно я без очереди? И прям лезут. Можно мне бесплатно. Да, не как на рейне, конечно, в туалетах. Пожалуйста, пустые. Когда посмотрел один ролик Птушкиной, теперь... До сих пор не отпускает. Вот почему-то не хотел смотреть. Можно там бесплатно, бла-бла-бла. Очень грязно, тут лужи. Фу! Что это за ужас? О, боже мой! Маша, это жесть. Нужен ван тут. Мы сейчас уплывем. Я там эти прокладки использованные брала. И унитаз вот так в перчатках прям тряпочкой мыла. И все, весь мусор убирала. Мне кажется, они прям на пол. Там одна сходка, как лошадь нагадит, короче. За одну убирает, там за второй. Девушка, проходите. Я убрала. Пока мы не начнем с себя, мы будем жить в гавуне. Так всегда неприятные вот эти ситуации. Когда заходишь в туалет, а до тебя там вот как будто бомбежка какая-то была просто. Это девушки делают. Ребят, я же не в мужской туалет хожу. Я каждый раз с этого просто умираю. Мужский туалет самый чистый еще по сравнению с тем, что в женских происходит. Я очень понимаю, что происходит с людьми в этот момент. У них вообще мозг отключается. То есть настолько вот, ну, фу, прям мерзко даже это. Это вообще ужасно. Может, у вас какие-то полотенца есть? Пожалуйста. Почему оно не висит нигде? Вот что вот это никакого... Ну, извините. С таким сервисом вообще ни копейки вам нет. Почему? Я могу только написать в книгу жалобы, предложения. Я вообще в шоке. Нас все... Я не поняла, за что. Я ей и полотенца эти принесла. И она говорит, куда выкинуть? Я у нее это все беру. Господи, я все сделала, чтобы ей было комфортно. А она мне не хочет платить еще и отзыв написала. Ну, как бы... По-моему, эта женщина не заплатила еще и отзыв-то писала. Она, наверное, там и насрала так. Они даже не дали зайти. Все сюда побежали. Ты плачешь, что ли? Успокойся. Я думаю, господи, работа в туалете, это самая мерзкая работа, с которой я сталкивалась. И тут заходит мужик какой-то. Да, Митька, ты был неправ, когда ты говоришь, что, а что там деньги собирать? А видишь, у них работа еще все убирать. Это, наверное, действительно здесь самое жесткое. С каким-то вискарем или с коньяком в стакане. Чего здесь воняет? Хлорт какой. Мужчина, мы убираемся еще. Туалет закрыт. Ты че, ты в механистике? Ты че меня трогаешь? Вот это он зря. Можете, пожалуйста, покинуть помещение? Все, Маша, посмотри, все, она... Иди сюда. Так, она держится. Ничего себе, Маша сдержалась. Потому что... Это... Вау! Это ж не пьяная. Туалеты были в шоке. Дорогие гости, чтобы потом не ждать и не сидеть... Таня Боже, там... У нас есть беседка. Стоимость 500 рублей один час. Но очень уютная. Они все резко поперли, короче, в этот фудкорт. Я думала, что сейчас, наверное, с едой сами к нам и подойдут. В итоге к нам подсели люди, которые не купили еды. Просто подсели. Их достал один алкаш. Прям видно было, что алкаш. Достал камьяк. Нет-нет, алкогольные напитки здесь нельзя. А мужчина, мужчина... Ну, выпить хочешь? Отойди. Под руку мне здесь. До свидания. До свидания. До свидания. Руками не трогайте. Меня этот тип берет за руку. Начинает таскать. Пихает меня в спину. Я чуть не падаю. Мне х... неприятно. Я прошу вас оплатить штраф в тысячу рублей за распитие спиртных напитков. Все, тысяча рублей за семью. Давай. На, до свидания. В итоге он тут настоящий джентльмен. Дал нам этот тысячу рублей за штраф. Девочки, у нас заказ приняли или нет? А что вы заказали? Ну, бургер я заказала и картошку. Настя! Два гамбы гора ждут уже не знаю сколько. Пусть подождут. Расскажите, как прекрасен этот мир и что здесь происходит? Я это вижу, думаю, да, ну, ***. Я думаю, какие заказы? Сегодня заказов никто не получит. Стойте. Я предлагаю, что... Я сама сейчас туда залезу, возьму булки. Бабы, дайте пачку булок по-братски. Так, мне нужны помидоры. Соленые огурчики. Болгарский перец накидаю. Сейчас будут думать что-то такое из подручного. И Лариса, молодец, взяла инициативу в свои руки. Просто закусонным принесла. Так, дорогие гости, я прошу прощения, поскольку там жесткая суета на кухне, я принесла булочки, соленый огурчик и кетчуп. Ну, чтобы вы хотя бы голодные отсюда не ушли. Смотрю, уже более-менее там улыбаются. Я думаю, фу, аккурат, будут у нас положительные мордочки. Только ради вас я поставлю хороший смайлик. Спасибо большое. Ну, нормально, да, придумала. Здорово. Все зеленые смайлики почти это были. Вот, и ребят, кто сидел у нас в беседке. У меня уже улыбка с лица просто не слазила. У нас там был... Они все как налетели, как саранчак, начали орать. А у вас меню нормальное есть? Почему так дорого? Я кофе хочу. Можно побыстрее? Полчаса еще ни одна кисадилия не готова. Знаешь, знаете, дай, дай чайки. Пошла у них вот эта... Внутри уже, знаешь, подгорает. А даю я кофе, не кричите. Чего вы нервничаете, женщина? Какая красивая у вас помада. Что за то? Просто ожидайте. Мы же не роботы. Санябиля первая. У-у-у-у. Девочки, вы такие дикие. Они как собаки просто на нее кидаются. Там вообще. И ты не понимаешь, кому дать. Очередь нарушена. Встаньте в одну линию. Я слышу, что вы умеете кричать. Но я тоже умею кричать. Так, барышни, я хочу вам помочь. Я повар. Пришла какая-то бабка непонятная. Сказала, что она будет нам помогать и командовать. Я сюда прошу вас. Пошлите, аккуратненько спускайтесь. Вы понимаете, я сейчас жду заказ. Да, давайте идемте. Я вас совета спрошу. Народ уже рассосался. Я думаю, что оставшимся людям можно будет вообще все прям красиво, четко сделать. Что за дела? Дайте стаканчики, девушка. Слышь? Нормально разговаривай, понял? Я нормально разговариваю. Понял, не понял. Ты меня на поево не бери. Пошел отсюда. Меня как бы в работе в этой, ну, тяжело прям вывести из себя. Если мне только реально вот так вот нос к носу, не начать орать какую-нибудь... А что за хамка, а? Что случилось у вас? Что вам нужно, молодой человек? Я хочу с ней пообщаться. Не тыкайте пальцем, это неприлично. Да, это прилично. Дед всех достал. Ты мне еще трогать, боже мой, стой! Иди сюда. Я терпеть не могу бухих мужиков. Меня постоянно пытались задеть мамины... Нормально дед отыграл всех. Сдолбал в туалете и в беседке и там... И самое удивительное, что он Крис вывел. Казалось бы, и Маха была, и Таня была, и Крис в итоге на него срывалась. Ну, то есть за это, конечно, будут очень жестко дрющие потом преподы. Да, а ему пять тысяч, я думаю, заплатят за смену. Вообще молодец. И бурвер дадут. И коньяк уже, наверное, дали. Там, какие-то ухажеры... Такие, знаешь, это обсуждаемый, он оказывается, заслуженный артист России. Ну, 10 дали, да. Да? Я была настолько маленькая, я не могла ответить. Сейчас я уже не тот маленький ребенок. Еще и мало. Иди! Сука, я сейчас выйду! Давай! Чушнее! Они пытаются Крис остановить или деда? Я, с одной стороны, думаю, так тебе и надо. Карма сработала. Тремно на деда китаться. Он старый, он пьяный. Ну, куда ты кидаешься? Ну, ты кинься на меня, на мужика какого-нибудь, который трезвый. Ты даже не кинешься, потому что ты даже стоишь, вот так вот что-то размахиваешься, а ударить-то не можешь, не знаешь как. Дорогие гости! Не елось, и чай дохлебываем, и... Худшее место, где я был когда-либо. А здесь просто какое-то непонятно агрессивное. Ну, у меня просто за всю практику в жизни ни разу такого не было. Я в*** от себя, конечно, но... Что было, то было, что мне за это п*** получать, и... Как бы, что ты п*** сказать? Да ничего страшного, тебя все равно оставят. Ой, да, мы уже... Мы же привыкли. В этой серии опять никого не выгонят, и в следующий не выгонят, и так и продолжится. В итоге мы будем на этой, на линейке смотреть на 8 участниц. Маша себя сдержала, все себя поддерживали. Крис прорвало. Я вообще не понимаю, зачем это все было, и к чему, честно. Ой, в***, все, и черная лента моя. Девушки, как все прошло? Отлично! Потрясающе! Татьяна, а были проблемы с клиентами? Да, конечно, стоят-то, орут пьяные. Нет. Неадекватные. Я считаю, что я умничка с того, что сдержалась, потому что это на самом деле трудно. Но я старалась все делать на позитиве, хотя уже под конец мне казалось, что я хочу все бросить и уйти, но я стояла до последнего. Крис, а какой выход в работе с клиентами нашли вы? Банка томатной пасты! Отличный выход вообще из положения. На самом деле, какого бы это вообще перепугу, какой-то пьяный мужик, беззубый бомжара, будет трогать мое лицо. Он тебя там якобы до твоего лица докоснулся, ты можешь просто отвернуться и уйти. Кидаться банками, орать на него, бегать за ним. Ну это ж надо думать головой. Тем более у Кристины на коленях в татуировке. Думай головой. Что ж ты головой не подумала? Ну, ситуация достаточно. Думай головой по этому татуировку на коленях. Есть какие-то еще варианты для таких ситуаций? Этот мужик подошел, что он меня пихает, за руки хватает, я вижу его брат, не трогай, мне ему *** неприятно. И он такой понял, и все, я перестал меня трогать, я такая, о, так можно было. Я тоже вообще-то сдержалась этому мужику ***, так что нормально все, собой горжусь. Самое лучшее, что и бывает на сети, это игнор, игнорировать таких людей. Хорошо, тогда давайте посчитаем деньги, что нам удалось заработать. 11 тысяч. Так первый критерий наш был заработать 10 тысяч рублей. А что за деньги? У меня тоже вопрос, игрушечный? Вымышленный или это юанин? Нет, а все-таки отзывы и удовлетворенность нашего клиента. У вас 15 негативных отзывов и 16 позитивных. Еще хочу отметить, что большинство негативных оценок было выставлено за фудтрак, а большинство наших позитивных отзывов были заработаны в беседке. Вы ***, думаю, опять ***. А Крис, она пыталась проявить себя, типа ***, показать, что я тут пацанка все-таки. Для меня это была вся показуха. В любом случае, хочется верить, что вы будете учиться слышать, слушать и понимать людей. Клиентоориентированность – это важные навыки не только в сегодняшнем задании, но и в нашей ежедневной жизни. Да, спасибо большое девочке, давайте до встречи. Ну что, хорошо девчонки отработали, нормально все. Но лучше всех, конечно, отработал дед, я считаю. Вот деду все вот эти 11 тысяч нужно скинуть на карту, и тогда нормально будет. Дед, респект. Как будто он и не актер был. Ну, конечно, актер, ну что ты. Нет, не факт. Нет, это все реальные люди. Это, естественно, все реальные. Где-то хорошо отобрал, ну, смотришь. Где-то вообще лучший. Слышите, слушайте, ключевой навык следующего задания. Но уже не требовательных клиентов, а в первую очередь друг друга. Это проверка умения работать в команде. То, что необходимо во многих профессиях. Такой солнечный день, нас привезли в какой-то парк. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Увидели фрукты, овощи, стаканчики. Ножи хоть есть. Доверяют уже. Мы сразу поняли, что какие-то будут моменты с продажами, а в них я, к сожалению, не очень сильна. Сегодня от работы каждый из вас будет зависеть командный результат. На вас возложена невероятно ответственная миссия. Приобщить людей к здоровому образу жизни. Мы уже стараемся, мы идем на путь истины. Вот я вот, смотрите, как молодой человек. Сейчас он пробежит. И я за, за спорт. Класс! У-у-у! Вот так нужно, ребята. Вот это оно. И я за. И я вот, если бы можно, пристроюсь. И побежала. Мы будем убеждать людей, которые привыкли немного к другим напиткам, агитировать за здоровый образ жизни. Такой лев против пацанка. И будем предлагать смузи, которые вкуснее и полезнее. Ваша задача заработать 5 тысяч за 2 часа. Вы сами решаете сегодня, какой часть работы вы готовы заняться. Кто на готовку со мной? Лес рук. Давай мы с тобой пойдем на готовку. Пойдем. Девочки, как обычно, никого не стали слушать. Никто ни у кого ничего не спросил. Ну, просто я знаю, как это делается. Можно поставить было вообще что. Кого угодно и получилось бы, пойми что. Мы втроем в костюм. Я просто должна этот банан одеть. Я знала сразу, что я пойду агитировать. И одену этот прекрасный костюм банана. Потому что это мое. У нас агитация – здоровый образ жизни. Я банан, и раньше я был пьян. А теперь я за ЗОЖ ем яблоки. И это не ложь. Я морковь, освежаю вашу кровь. Вы знаете, у нас акция утилизации алкоголя. Мы против сигарет, против алкоголя. Мухаммед Али вел здоровый образ жизни. Парни, надо поддержать легенду и пойти угоститься вкусным смузи. Алкоголь – это убийца мечты. Молодые люди. Давай, давай, давай. Да иван купала. Да. Смиряй, собрала. Стояшь ты и гулянил. Вот это я понимаю. Выкидываем. Нужно и кнутом, и пряником. Где-то заболтали, пиво выкинули. У нас в стране только так. Строгость – сестра таланта. Крис, дай смузи. 400 рублей. Банан в подарок. 400 рублей. Нормально, они такие расценочки. Пять. Пятера. Целый ананас, пятера. Хотите продам ананасом? Подожди, подожди. Только через меня. Не подставляйте меня перед коллегами. Только через... Сколько будет. Ты можешь не лезть, пожалуйста? Девушка на стажировке. Она сейчас будет уволена через 2 минуты. Нет, я тут самая главная. Это моя точка. Не разговаривайте. Даша, иди, пожалуйста. Принься киви, пожалуйста. Даша, принься киви. Ну, Даша, ты видишь, что я с ним разговариваю? Зачем лезть? Я не лезу. Ну, а что ты делаешь? Слишком много на себя берет и думает, что она главная. Но это не так. Меня это раздражает. Она мне никто, и я не считаю ее каким-то авторитетом. Вы будете целой? Оля занималась чем-то. Но я так и не поняла, чем, если честно. Циркуль влево! Опа! Циркуль вправо! Опа! Отпускаю! Отпускаю! Пятка! Носок! Тазобедренный в кустах! Мы там заработали не то, что 5 тысяч, там 15, наверное, тысяч будет. Мы просто бэйбы, мадонны, зоша. Понятненько? Девушки! Вы превзошли все ожидания. Перевыполнили план. Я думаю, что мы справились вообще на 250% сегодня с испытанием. Абсолютно все девочки. Дарья, как вы считаете, кто лучше справился со своими обязанностями? Вы или Крис? Я всегда скажу, что я лучше, поэтому да, я лучше. Чем вы лучше, чем Кристина? Я хотя бы не мешала ей. Мне не нравится, когда мне кто-то указывает. Даша, отведи... Просто только что, секунду назад, не было этого момента. Даша, принеси киви. Мы работаем на кузе. Дивизионное мышление. И как бы соревноваться за одной стойкой с одними и теми же гостями, кто лучше, такого нет. Ой, это абсурд. Кристина тоже у меня перехватывала клиентов. И ничего. Кто в этом как-то... Мужчина! Банат, нато и лимон. Внимание, акция! 500 рублей, коктейль, базилик и клубника плюс кусочки целого арбуза. То есть она считает, что я не могу так сделать, а она может. Хотелось очень сильно ей щелкнуть. У нее прям звезда во лбу такая, что... Крис, а почему все-таки не удалось наладить коммуникацию с Дарьей? При ее маленькой комплекции у нее очень раздутое эго. А при чем здесь комплекция? Крис, я меня бесит, то что... Прям перебила, я ей тоже хотел этот вопрос задать. Я не уверена, слишком. То есть... А у тебя дреды? Пам! Настолько вспыльчивая, тщеславная... Уважение вообще отсутствует полностью и... Да, кто бы говорил. Такой просто абсурд. Это очень даже смешно слушать. Это единственный человек, у которого нет уважения. И единственный человек, который меня называет до сих пор малой. Крис пока далековато до лидера, потому что она вот настраивает людей против друг друга. Там из-за своего самолюбия может иногда... У меня уже ощущение, что даже Крис с близняшками уже дружить перестала. Ну, то есть... Они по ходу дела уже не могут даже с ней дружить. По-моему, самое высокое самомнение здесь как раз-таки у нее. Ты считаешь меня овцой? Я не сказала, что ты овца. Оскар за этот момент, я считаю. Сегодня были оценены не только ваши старания, не только заработок, но и командная работа. Именно это будет учтено в конце недели. Впереди вас ждет очень важное финальное испытание. Надеюсь, вы к нему готовы. До встречи. Спасибо большое. Брат, вот я смотрю на нас и думаю, какие же мы все-таки красивые. Ну, да, это страшно. Вы, может, пользуетесь калеросилом? Кто посмел? Давай порешаю. Ты так проси, я уже устала с ними бороться. Кажется, я знаю, что может тебе помочь. А что это? Это помощник в борьбе с прыщами. Двухкомпонентный гель, Кэнзит Эс называется. Почему мы смотрим рекламу? Ну, просто нам нравится то, что очень хорошо играют. Девчонки, так вот вам в актрисы надо было. Красиво. А что, близняшки нужны всегда? Конечно. Эти скажут, но чего они не знают. Финальное испытание недели пройдет в Международном деловом центре Москва-Сити. Как раз куда ноготочки хотела. Дел мечтаний для многих. Вообще не говорить. Сегодня пацанки попробуют получить вакансию в саленой компании. Сейчас вики Дмитриевы сходят на чай. На сырники. Смотрим девочки продемонстрировать усвоенные знания и впечатлить работодателя. Мы заходим в кабинет. Кресло развернутое. Видно, что личинка маленькая сидит. Господи, это кто там? Гермиона Грэнджер сидит? Это мальчик. Глазки красивые, все нормально. Было до того момента, пока он не открыл рот. Боже мой, босс-молокосос. Ему дай бог лет семь. Ты понимаешь? Чего? Я понял. С английским у вас все плохо. Я кроме hello вообще ничего не знаю. Ваши обязанности меня развлекать. Я хочу, чтобы с танцевали вы. А ты мне принеси морожные. А где его найти, мальчик? Взять-нибудь найди. Танцуете, мне скучно! Это вот, типа, дети богатых, наверное, родителей, которые сидят, типа, Я этот стакан кринж, по-моему, в мое поставил. Надо было вытащить его все-таки. Давай в пестики-нолики поиграем. На. Нет, нет. Давай я буду рисовать, потому что угадывает, что нарисовала. Я ему там этот автопортрет нарисовала. Не похоже. Получше сделай идея. Капризы, детские капризы. Он сам по себе ребенок странненький. Нескучно. Давай мы тебя научим, что такое пестики, что такое печинки. Я тебя знаю. А откуда берутся дети, знаешь? Сейчас ты знаешь. Ха-ха. 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 Когда они говорят, это ребенок богатых родителей. Мне кажется, наоборот, бедных родителей, которые пытаются на своем ребенке заработать. Делают его актером низкосортным. Вот такое у меня. Что-то смотреть, это просто. Сегодня серия кринж, я объявляю. Кодовое слово кринж. Собрали вы. Ну я не хочу. Так, где, где, где Бостон? Ты у нас на нашу победу? Давайте, давайте танцуй. Ань, пошли будешь петь, мы будем танцовать. Не надо вешать ярлыки, не надо. Раньше времени для меня небо нас предпало в какой-то степени. Мы просто потерялись в наших чувствах. Это временно. Никто не знает, что нас ждет. Что нас ждет? Ха-ха. Начальник, все для тебя. Приятного аппетита. Я считаю, что это было испытание, это было задание. Пошла, нашла мужика, попросила у него денег, сходила в супермаркет, купила ему мороженое. А что, по сквозьице нельзя мороженое найти? Кажется, вот так начальники не поступают. Ну, панчат. О, прикольно. О, у нас теперь есть ребенок. Еще и начальник сразу. Наказать этого маленького по-любому хотелось. Так детки не должны, конечно, себя вести. Это уже в натуре, ну, ни в какие рамки не лезло. Так не то, что себя босс не должен вести, ребенок не должен себя так вести. Это был полный идиотизм. Ты знаешь, кто это, проверка тебе? Понарошку. Ян Чурикова. Бабука завела с Пиларом. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Ну, наверное, еще сейчас что-то ведет. А, Евровидение она ведет. Наверное, нет. Артур Ильдарович, сейчас наше время снимать переговорку. Давайте мы вас пересадим. До свидания! Конечно, мальчик не потенциальный работодатель. Это была первая проверка от Яны Чуриковой. Да, вы что-то... А я уже думал, что это работодатель. Я в шоке. Так реалистично было. Справишься и с любым клиентом, и с требовательным звездным менеджером. Меня зовут Яна Чурикова. Яна Чурикова, тетка с МТВ. Раньше вела там, это, русская десятка. Тетка с МТВ. Я являюсь медиаруководителем в медиакомпании, которая занимается производством и продажей контента. Я сейчас ищу человека в своей команде. Попасть в такое место, работать с Яной Чуриковой, это просто пределы моих мечтаний, реально. Мы начинаем с того, что вы будете ассистентом на совещании. Ваша основная задача – ввести протокол совещания, писать тезисы того, что на совещании говорится. И когда совещание закончится, мы с вами смотрим, что у вас получилось. А я в душе чаю вообще, что там важно у них в их разговоре. Основная тема сегодняшнего совещания – это диверсификация моделей дистрибуции контента. Спутниковые кабельные телеканалы более не являются нашими приоритетами. Для того, чтобы сегодня такая компания, как наша, могла сохранить бизнес, успешно его развивать, нам нужны контракты с крупными VOD-игроками. Что-то говорила, что-то диктовала, я что-то слышала, а то записывала. Поскольку все смотрение сегодня с линейного телесмотрения тихонечку перетекает в диджитал, ну как перетекает, оно уже там, нам необходимо, чтобы наш контент присутствовал в цифровом мире. На повестке дня… То есть телек такой говорит, нам телек больше не нужен, мы пойдем в интернет. Да вы что, вот это да! Вот это поворот! Я не успеваю за ними ничего записать, я начинаю психовать, кинула эту ручку с листком и сидела, ждала, пока она закончена. Девочки, давайте посмотрим, что вы записали. Что-то я очень быстро писала, извините. Вот так. Дефиксеркация модели. Диверсификация. Вот, диверсификация, правильно, спасибо. Мы медленно перетекаем в диджитал, это я помню. Уже перетекли, да? Ну да, перетекли уже конкретно. И нам очень нужен онлайн-кинотеатр. Ха-ха-ха. И попкорн запиши. Самое главное, что сделка нам выгодна, а остальное не важно. Дело ведь, чтоб они мало, а на самом деле *** понимала. Но главное кинуть пыль в глаза. Понимают же, понимают же, что делают телеканалы. Вот раньше реакции блокировались, теперь и в пятницу реакции не блокируют, все разрешают снимать реактор. Видишь как, все меняется, молодцы. Это здорово. Сердечко. Мы на верном пути взяли взаимовыгодное сотрудничество. Переть как-то. Да. Тему я не помню, но что-то интересное в общем. Мы должны сделать выгодную сделку, потому что у нас есть на рынке большие конкуренты. Нам нужны контракты с ВИОАЙ, вы сказали ли ВИАЙ? ВИОДИ. Я могу добавить, что нам нужно партнерство с игроками. Старые модели не работают уже. И что нам для этого нужно? Контент у нас 3000 часов. Да? Да. Вот, ребята, вы вообще о чем? Татьяна. Быстро я писать не умею, ничего не запомнила. Буду книжки дома читать, память развивать. Серьезно? Ань, есть что добавить? Ну, я так словами там писала просто и все. Я не успевала ничего сейчас записывать, вообще не понимала, о чем вы говорите. Ну, я тоже могу по своим рабочим каким-то терминам разговаривать. Вы должны быть самыми вкусными, самыми продаваемыми. Вас должны все хотеть. Вы слышите меня? Ни одного понятного слова, Ань. Как ты так все это дай? Правда. Она тоже будет сидеть и уши в трубочку вкатываться у нее будут. Ну, пример бы привела бы, Ань. Я вам скажу, что на первом совещании в похожей ситуации я чувствовала себя ровно так же. Меня взяли как ведущую, и вот мне решили дать шанс. Сказали, теперь ты медиа-менеджер, давай вникай. Абсолютно та же история. А с другой стороны, я понимала, что, наверное, это и есть мой следующий уровень и шанс на прокачку. Ну, короче, и тут Яна накидывает еще одно задание. В Российскую Федерацию приезжают звезды мирового уровня. Вы должны будете договориться об интервью для нас. У вас будут переговоры с менеджерами артистов. Задача быть корректными и в то же время настойчивыми. Я не знаю, что это все будет. И чтоб бесплатно все было. Но я выложусь на 100%. Да, Крис, ты уже тут выложилась на 100%. Вот, честно, все уже, все понятно. Задача не просто договориться об интервью, а понять, готова ли звезда говорить на неприятные для нее темы. И первые переговоры начинает Анна Загвоздкина. Короче, сейчас это... Такой боковой вообще прям. Тема-то или наркотическая зависимость. Вот про что у нас вещают на телевидении, да? Нет, как будто на Ютубе не так же. Всегда, если какое-то интервью, вечно все грязное белье в заголовке. Ну, что интересно, то и выносят вперед. Пожалеет о том, что она дала мне вообще как у кого-то из своих, кто ей нужен. Потому что сейчас я сделаю так, что... Ну, не специально, случайно. Потому что я ничего не знаю, что делать. А уже иногда кажется, что специально, Анют. Как будто вообще никто стараться уже в жизни не ходит. Вся серия, знаешь, вот... Как пошла не физуха, а что-то интеллектуальное. Так все, все поздувались. Никто ничего делать не хочет. Пипец просто. А где там рвение? Вот это все. Стремлю. Он никогда никто на интервью не придет. Организатор. Такая эта... Это актриса спятывали, нет? Да. Ну, елочи. Кристин Стюарт? Да. Начинает что-то там лупить на английском языке. И че? Кристин Стюарт, наркоманка. Загугли. Кристин Стюарт, короче. Наркотики принимает. Мани? Какие мани? Причем здесь мани? Почему ты меня называешь? Я не колола ваш. Помедленнее можно и по слогам желательно. Реально публикаешь. Да. Я психовала, потому что я ничего не понимала. Трансле... Как это? Я не понимаю. Моя твоя не понимаю. Миллион. Миллион? Да? Какое? Что такое how much? Боже, это... Че, какое-то... Какая же спокойная девушка сидит на проводе. Мне хочется посмотреть, это актриса или кто это. А если засти кристинстюрт в Инстаграм? Или они не так, как мы пишут? Не так, как мы. У них нет настолько. Потом Настюшка и влево менеджеры Александр, Мохаммед. У них там по три менеджера бывают, потому что, наверное, столько рекламных запросов. Да, вон она. А, нет, нет, нет. Это не она. Ну, может, пока включить пока еще. Фан-аккаунт. У него, наверное, Инстаграма нет. Инстаграма нет. Да, конечно. Инстаграма нет. Инстаграма нет. Все, что я вообще помню, то и несла. Эйпл, тейбл, блин. Трудья, значит, так, образовательная минутка. Алкоголь не пьем, английский учим. Учимся вообще и будет всем счастье. Английский реально очень важно учить в современном мире, да? Это не красит вот. Английский. Она просто как говорит, я не Бенни, мы не Кукареку, она как будто это как приоритет какой-то выставляет. Ну, наверное, сейчас уже всем надо хоть на каком-то минимальном базовом уровне, чтобы вот таких неловких ситуаций в жизни не возникало. Мне очень некомфортно, что я не знаю английский, а еще более мне некомфортно, что 10 лет я его изучал в школе, и потом в институте у меня была возможность выучить очень хороший английский, потому что в институте преподавали суперпрофессионалы, и на крутом уровне давали, и хотели, чтобы мы круто учили, но я пробивал, и вот мне до сих пор стыдно. Потому что я ни хера не знаю в итоге. Браза, систа. Я тоже голова сломалась. Ясно, короче, это не мой день. Бай-бай. Бай-бай. Зашибись, бин. Финальное испытание, ну, типа, ну, короче, я не справилась с этим заданием. Низер, то есть они реально Тимоти, они звонят Тимоти Шеламе и дают Танюху. Ну, если это правда. Ну, если это правда, мне вот не хотелось бы узнать. Как я должна у тебя узнать, гей ты или не гей? Интересно, ладно, отставим. Тимати Шаламер. Не знаешь такую? No? No, да? Help you call me by. Не понимаешь. How can I help you? Ничего не понятно, что она говорит по какому-то английскому, не английскому. Я старалась и Москов-сити показала. Смотри, Москва какая, смотри. Москов-сити. Танюха даже на фоне сырка еще ничего выглядит. I'm beautiful, beautiful песенка. I'm no English. Не понимаешь, да? Она веселая баба, хорошая, улыбчивая, интересная. Была бы русская, было бы круче с ней общаться. Надеюсь, она приедет как-нибудь. Крутая, короче, ты good, you good. David Beckham. I want no secrets for her. Пол Маккартни, love group. You, please. Understand? На слух я понимаю, сказать тебе не могу, потому что многих слов не знаю. Там даже вообще не показали. Это когда было, чтобы Тимоти Шеломе, Кристиан Бэфу, Маккартни и Дэвид Бэхэм, и они все разом приехали в Россию, это когда? Да. Да, что-то как-то чувствуете, да? Почему, реально, взяли топ-звезд. Did she like in Russia? Кевин Спейси. Да-да-да, конечно, приедет про харассмент и говорит, как? Кевин Спейси харассмент? Understand? Let's ask again, I will understand you. Что она там говорила, я вообще не понимаю. Ну, типа, *** непонятно. Я очень слаб. Че-то как-то это все... Что хотелось бы сказать? I love Britney. Интервью. No problem. Which kind of material. It's no problem. Это шо за такое с Бритни Спейс? No problem. Вы когда это снимали? Вы только что опеку сняли? Какое с ней интервью? Че вообще? Вот, ну, это же, ну, или это прям, ну, это все. Что? I don't speak English. Я только на Крис прощаюсь. Как ты не договоришь по-английски? Знание английского у нас very bad, а у меня так very, very bad, я бы сказала. Ой, ребят, сегодня что-то прям это... Вот знаете, что мне хочется сделать? Пойти книжку почитать после выпуска. Вот прям, знаешь, вот желание, оно прям вот оно вот здесь вот огонь горит. Деграднули немножечко. Да, прям, да, вот сегодня, вот не стендапчик сегодня, вот, посмотреть, отдохнуть, а вот книжечку почитать. Ну, или какую-то документалку хотя бы, если уж не читать. Чем-то заполнить котелок, а то прям как будто мозгов у тебя так вот. Да, 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 прям забрали, ты такой сидишь, типа... У нас, по-моему, сегодня все реплики заканчиваются... Вот так, потому что по-другому ты уже не можешь. Настя Наточи, удастся ли обладательнице белой ленты договориться об откровенном интервью с Джонни Деппом? Я переживала как не в себя, потому что я, конечно, английский знаю, но на уровне начальном. Моя имя Анастасия. Какая телевизия у тебя есть? Телевизия популярная в Москве номер один. Какой канал? Пятница. Я хочу поговорить с Джонни Деппом в Москву. Да, да, с Джонни Деппа берем, говорю, шмотки собираем и в Москву. Москов, пятигристое. Какой день? 5. 5 октября, да? Да, да. Мы хотим говорить с Джонни Деппом о любовном истории, о которой Эмбер Хердер. Митя, короче, ты бы вот так смог договориться. По-моему, она единственная, типа, срок здесь самая была нулевая. Они все, вообще-то, нулевые. Да, ну все, но срок самая прям, капец. Она даже не пыталась. Она даже не пыталась... А остальные пытались сильно? Ну, типа, Танюха, там, дай тебе в Москву покажи. Ну, более-то бы желательно. А та, а моя не понимает, что ты несешь? Потому что вот так это выглядит. О, Господи. Вы можете задать мне вопросы. И я это проверю. И я вам покажу вам мистер Джонни, хорошо? Мистер Джон. Мистер Джон. Мистер Джон. Мистер Джон. Мистер Джон. Мистер Джонни. Скажи комплимент. Она сразу расцвела. Там уже *** Джонни Депп. Ей уже не важно ничего. Уже она на все согласна. Окей, нет проблем. Нет проблем. Супер, да? Боже, чуть псих не словила. Мы, короче, договорились, что Джонни Депп прилетает в этом году. По-моему, какого-то октября. Все ожидаем. В Москву. Уже собирают чемоданы. Выезжают скоро в Москву. Но октябрь не за горами. И снова здравствуйте. О, hello. Кто-то я смотрю. Да что ты меня разрывает? Размял свой английский. Менеджер, который, в принципе, вел бы такие переговоры. Таня все это на уровне детского сада. Все рисует, раскраски разукрашивает, ручки, бумажки кидает. 26 лет человеку. Правила, по которым он это делал. То, как с этим справлялись вы. Такая милая. Молый дестрой вообще. Бои без правил. На мой взгляд, она еще как бы присматривается ко всем. Знаю за себя, что я супер. Потому что я показываю достойные результаты. Так. Резюме. Настюшка. Очень понравилась готовность впрячься в незнакомую авантюру. Вот у кого есть инициатива и желание как-то переписать код своей жизни, это и есть выход на следующий уровень. Это означает, мы можем работать в команде. Пошумим. Настюшке. Спасибо. У-у-у. Если меня возьмут... Сейчас Яна Чурикова немного как вот тот старпер, который пытается молодиться. У-у-у. Пошу-ш... У-у-у. Я буду только рада, конечно, поддержать. Господи, прям, знаешь, это вот, прям мурашки кринжа по мне. Я сразу была восхищена этой бабой, она прям максимально ***. Я вот в Яне Чуриковой вижу себя в 40 лет. Для меня вот это, это прям пример руководителя, который должен быть. Нужно *** очень много-много-много-много, чтобы быть как Янка. У-у-у. Вот и пришло время узнать. У-у-у. У-у. 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 Завтра в Школе «Леди». Каждый выгон я могла назвать тупо точное имя, а сейчас я просто *** что я даже не могу предположить. Да ты что?! Правда? Хочешь с увоморок потух. Вам тут любую нельзя выгнать? Это всё часто. Никогда не говори. А видишь, эту Василечку мы сделали сегодня цветочком, который играет в уголке в детском садике, и ничего плохого не творит, чтобы как бы нейтрализовать. Но а мы это всё помним. Мы же не настолько тупые, как ваши подопечные Господи, сколько мы раз сегодня будем снять повтор Просто жду Вот честно, после сегодняшнего испытания Хотелось бы, чтобы выгнали сырка Вот так впервые я скажу Вот она была на этой неделе Прям вот ощущение, что человек вообще ему насрать на все задания Зачем это делать? Ладно, окей, она не знает английский В этом коровнике она себя отвратительно вела Вот именно у меня здесь даже больше вопрос безразличия Что не хочет ничего человек делать, не хочет никак меняться Ну тут понятно, что можно за каждую притянуть Крис все равно оставит, поэтому бесполезно Ну вот я хотел бы, чтобы крис выгнали Ну да Ну типа я волнуюсь Я еще вчера хотела начать вещи собирать За что? За то, что ты защищалась? Таню вспомни, которую... Ага, вела себя как на девятой неделе Ну знаете, сейчас не девятая неделя Я бы не выгнала, не знаю, близняшек им тут делать Я считаю, что провокаторам в проекте, конечно, не место, потому что... Но это же все-таки шоу пацанки А не шоу спровоцирует и получит... Добрый вечер, девушки Присаживайтесь, пожалуйста Девушки, у нас есть информация о ваших достижениях Отчет мне передала Ольга Зайцева HR-специалист, которая была вашим куратором Она оценила вашу работу И на основании этого анализа Мы определим лучшую и худшую ученицу А также те, кто попадет в номинацию На отчисление школы леди Но финальное решение, как и всегда, будет за нами Я не знала, в принципе, за что меня можно, например, ну... С девятой недели Ну, знаешь, типа, может, я не замечаю свои косяки Они-то по-любому видят их Поэтому я сидела все равно волновалась Татьяна Кошерина Мы с преподавателями рады тому, что вы учли наши рекомендации И на этой неделе никто не пострадал из окружающих физически Это достойно белой ленты Мы хотим продать от вашей грубости и деструктивных эмоций Поэтому Мы хотим, чтобы вы продолжили работу над собой в школе леди Спасибо Но вы должны понимать, что все мы выходим на финишную прямую В том числе и вы Конкуренция растет И просто соблюдение правил школы леди Недостаточно Чтобы претендовать на место в финале Думаю, все, есть еще одна хотя бы неделя Что-то себе поменять Хотя бы что-то, давай Понимаю, что у каждого человека абсолютно разная динамика Но я не знаю, я не вижу этого человека вообще никакой динамики Она так же кусается и со всеми огрызается Единственное, что она *** не бьет Только потому, что ей сказали, что мы тебя выгоним Если ты побьешь кому-то Дарья И чар отметила ваше трудолюбие на ферме Оскароносные моменты еще раз просмотра Старания на испытаниях при дорожном кафе О боже мой Маша, это жесть Я понимаю, что я отлично себе показал Знаешь, ребята пишут в комментариях А что вы бомбитесь? Люди смотрят по телевизору Показывают рекламу И после рекламы они повторяют моменты Чтобы люди знали в теме А что, когда смотришь рекламу Мозг полностью отключается И ты перестаешь помнить То, что было 15 минут назад Или то, что было час назад Как это работает? Когда телевизор смотришь так, скорее всего, да? Там просто такая реклама бывает Я обещала не пить, я не выпила Поэтому я считаю, что я могу получить белую ленту Но почему-то испытывали трудности И вступили в конфликт с Крис Во время работы в парке Пятерок Целая ананас пятерок Кристина встала вместе с Олей на готовку Вот, я встала на продажу Кристина не успевала делать даже смузи И почему-то решила, что... Ну, я, конечно, очень ценю, что она решила помочь Там попродавать Но ты лучше занимайся как бы своим делом Потому что я, по факту, стояла одна на продажу Хотела, чтобы она поняла, что все-таки Она не лучше меня И что я могу ее не то чтобы урыть Но и закопать Словесно Я понимаю Крис, вы с таким сарказмом все это слушаете У меня вопрос Может быть, вы хотите что-то добавить? Делать смузи я успевала У меня все было потрясающе И от того, что я помогла Ну, как бы... Я не просила потом сказать мне спасибо Но обвинять меня в том, что я влезла якобы в чужое дело Ну, тоже не совсем приятно И она как-то раз сказала, что я ее главный конкурент здесь Она уже в своих мыслях даже меня переросла Но нет, я как вот первый раз ее увидела Я ей сказала, что ты львенок, а я лев Вот так оно и останется Именно потому, что вы слишком много ваших личных ресурсов тратите на конфликты с Крис Мы не можем вручить вам белую ленту Из-за этого? Она всегда расстраивается Это все несправедливо Она как вот этот маленький ребенок Вот видео было такое в интернете очень много лет назад Ничего не дали, шарик не дали И в классе закрыли, завыпучили, смотрят Вот это огромное Ну, только от той девочки она в первый класс пошла Но, Даша, вы совершенно заслуживаете того, чтобы прямо сейчас снять черный Ну, как бы бог с ними У меня еще есть время Не все сразу Анастасия, в очередной раз вы продемонстрировали свои ораторские способности Убеждая людей отказаться от алкоголя в пользу здорового образа жизни Я банан, и раньше я был пьян Теперь я за ЗОЖ ем яблоки, и это не ложь Мы против сигарет, против алкоголя У меня есть задача Я ставлю задачу То есть не важно, какими способами И не важно, что меня иногда расстраиваются Я плачу, но я иду Я с самого начала, что бы со мной ни происходило Я иду И иду до конца HR-специалист Крики Обозначила вас Как лучшую И мы согласны с этой оценкой Ну, это было ожидаемо, да Белая лента, лучшая ученица Остается на вас еще на неделю Браво Настюха молодец, да Два раза подряд Белая лента, это сильно Заслужила, наверное Я откуда знаю Я не слежу за ней Как говорится, овца должна быть с белой лентой Забыла дополнить Крис Ну, не знаю, не запалят ли меня учителя, в общем проблема Не слишком еле я стала идеальной Может, они хотят намекнуть, что мне пара домой Я этого очень боюсь Крис Вы всегда гордились своим солидным послужным списком Опыт работы Уже Которыми вы обладаете Но никогда Ничего не рассказывали О таланте метания томатной пасты Может, обед покормить? Анастасия Очень тяжело подойти Поговорить, извиниться Переступить ей тяжело Ну, я надеюсь, она как-то будет с этим бороться Но я не злюсь уже как бы на нее Все, думаю, окей Спасибо, Настя Меня очень сильно раздражает Кристина Это человек двуличный Кристина на девятой неделе говорила, что насилие Это ужасно Когда Таня ударила Олю И потом сама на десятой неделе подралась с мужчиной Типа А почему сейчас не показали, как она подралась? HR-специалиста Вы в числе худших Не ваша неделя, не так ли? Если мне дадут черную ленту Не хотелось бы Но окей Придется на следующей неделе Как бы доказать, что Черный не мой цвет Хотя мой, но если лента, то точно нет Лариса Вам достались достаточно сложные клиенты в зоне отдыха Но именно Ваша работа Помогла всей команде справиться с испытанием Дайте пачку булок по-братски Так, мне нужны помидоры Дорогие гости, я прошу прощения Вы могли бы Стать лучшей ученицей На этой неделе Но на фоне стараний других девушек Других учениц Вас совсем не было заметно Когда работали в парке Но, возможно Вам удастся Заслужить Эту белую-белую ленту На следующей неделе Вообще, я очень старалась на этой неделе Выполняла все задания А я не знаю, что еще Как еще Получить эту белую ленту Я не понимаю Ольга По мнению Специалиста ЧАР Вы слились В единое Со своей сестрой И совсем Не проявляли себя Вас не было Как Отдельной личности Мы с коллегами Убеждены В том Что Лариса Вполне Самостоятельна И она не нуждается Вашей Помощи А вот вам Поддержка Вероятно Понадобится Потому что Увы В рейтинге Куратора Специалиста ИЧА Вы Также В списке Худших Кравцовых Уже Пора Разделять Они С какой Недели Говорят Что им Надо Разделиться Пора Мария Лебедева Вы Достойно Проявили себя На испытании При дорожном Кафе И в парке В костюме Моркови Пытались Приобщить Людей К здоровому Образу Жизни Я Морковь Освежаю Вашу Эмоциональностью И Нездержанностью Смогли Найти Общий Язык Со всеми Клиентами Белая Лента Какая Белая Лента Ты че смотрела уже Человек Две Лента Три Можно Девять Восьми Участницам И Татьяне Алексеевне И Этому Дэвиду Она уже Тоже Слишком Хорошая Мне кажется Типа Как-то Не знаю Разве Так быстро Может Поменяться Человек Типа С такой Агрессией Интересно И так же Как Анастасия Натачи Становитесь Лучшей Ученицей Этой Недели Спасибо Большое Давай Коллега Коллега Я Знаешь Очень довольна Была Когда Машку Чем-то Там Хвалили Словами Я видел У Маши В инстаграме Фотку С Дэвидом Как они Ленту Дали Ты че Я вообще Умочка Красавчик Свободное Ремен такое Я считаю Что Ты когда Белую ленту Получаешь Ты ее Получил Молодец Ну ты дальше Достойно Неси Ну как и ты Ты же тоже Получала уже Белую ленту И че Так себе Ее достойно Несешь А у тебя же ее нет Я же забыл Те ее сняли Анна В конце Прошлой недели Мы Поставили вам Задачу Наладить Коммуникацию С одноклассницей У вас Был Своего рода Даже тренажер Для развития Навыков Коммуникации Клиенты С которыми Вы Столкнулись На неделе Труда Как вы Воспользовались Этой Возможностью Например Во время Работы В придорожной Зоне Отдыха Я попробовала Пообщаться Очень тяжело Я только и делала Что там Извинялась Вы понимаете Что это была Не просто просьба Это было Индивидуальное Задание От нас Или вы решили Что его Можно проигнорировать Я через себя Приступаю Во многих Испытаниях Ну то есть Дашины Это просто Изи Выпивки Можно игнорировать Ну я Говорю Я не понимаю Что они хотят Ну правда Я уже не знаю Наверное С недели Девятой Не понимаю Что от меня хотят Целую неделю Проблемая Сообщением Заметили Не только мы А еще и HR Специалист И это Отразилось На ваших результатах Вы находитесь В конце рейтинга А вам интересно В целом Продолжить обучение В школе леди Да Но мы не видим Этой тяги К знаниям Непонятно Что она тут делает Она как бы Она вроде есть А вроде ее нет И так вот Уже 10 недель Крис Анна Ольга Увы На этой неделе Именно ваши достижения Были Наименее заметны Ну я за крис За сырка Мне кажется Прям Ну Оля Здесь вообще Тут ни при чем Сейчас В данной Тройке Ну чисто Как продюсерский ход Разделить близняшек Мы надеемся Что сейчас Вы сможете Убедить нас в том Что Отсутствие Профессиональных Достижений На неделе труда Не могут Перечеркнуть Ваши Личные успехи В школе леди Пора домой В сырку максимально Ну типа Я не вижу Тут людей Которые уж Должны сейчас уйти Впереди Сыркануть Угоните Ну выгораете Ну это вообще Будет Реально Таня Ну вот с этой недели Прям сурок С лучшей стороны И Я думала Что это моя тема В профессионализме Показать себя Но Убе У меня не получилось Почему этот фрагмент Покажет Что это значит Что это В этом Сократный смысл Какой-то Что Типа Она не стала Никому помогать Она стояла И делала Пи-пи-пи-пи-пи Не буду повторять Что она не пошла Помогать Хотя кстати Это очень странно Что она не пошла Сестре помогать Поработать Поработать Или не работать Потому что бумажка Никакая не подписана Я буду бездельничать Оля Занималась чем-то Но я так и не поняла Чем Если честно Я очень хочу стать лучшей версией себя Но пока у меня не получается Поэтому хочу попросить шанс Может быть в дальнейшем У меня все-таки получится Показать себя Я считаю Что я максимально достойна Финала И достойна Побороться За это место Я не Не особо жалею О том Что я сделала Потому что я Сделала так Как я умею И по-другому Я не умею И Если на меня Поднимают руку Я буду так отвечать По-другому Я не могу А тем более Если это Пьяный мужик Ну Простите У меня как бы Не нашлось Другой реакции Не тыкайте пальцем Черт Черт Крис Я говорила Конкретно Не об этом случае А конечно Обо всех испытаниях На этой неделе И в ваших отношениях С одноклассницей Я понимаю Но я вам объясняю Что конкретно Эта ситуация Пошатнула всю неделю И я знала Что это отразится На выгоне Очень сильно И конечно Я не могла Просто отпустить Эту ситуацию И двигаться дальше Я не могу Так К сожалению А очень хотелось бы Мочь Я нервничаю Очень сильно Но Все-таки Надеюсь Что не я Поеду домой Пускай Криснет Домой Все Что непонятно Ну Мне тяжело Далась Эта неделя Потому что За все время Никогда не общалась С людьми И я только Начала Ну Даже Привыкать К одноклассниц Для меня Очень тяжело Было Ну Общаться С клиентами С покупателями Ну Поэтому Я и Справлю Ну Я хочу Изменить Это в себе Обрести Уверенность В себе И Чтобы Я могла Спокойно Подходить И Не бояться К людям Короче Подходить Не стесняться Подходить К людям Начинать Общение С людьми Для меня Здесь Очень тяжело Ну Типа Я здесь Сделаю Все Что Я никогда В жизни Не сделаю За проект Анна Вы Остаетесь С нами Еще На Неделю Но В статусе Худший Учницы Подойдите Пожалуйста К Дэвиду И Получите Вашу Черную Ленту Когда Радуешься Черной Ленте Ура Какой Счастливый Черное Лент Рук Нрав Ну Кого же Нас Сейчас Выгонят А если Она не Проснется Она Будет Номинацией Пойдет Домой Все Но Мне кажется Она Не Проснется Там Уже Сон Очень Долгий Будет Мы С Педагогами Пришли К выводу Что Одно Из вас Стоит Ити По Самостоятельному Пути Ну Кому Близняшки Ну Понятно И В ней Достаточно Силы Чтобы Начать Жить Собственной Жизнью Собственной Жизнью А не Жизнью Своей Сестры Да Они На монтаже Спалили Кого Выгонят Просто Был момент За кадров И Сидела Близняшка Вся В слезах Ну Че Она Просто Так Сидит Плачет Чувство Что Ее Переполняли Что Она Вылетела В смысле Чувство Переполняли То Что Она Осталась Но Очевидно Что Она Не Сдержалась И Потом Нужно Было Писать За кадры И Она Просто Сидела Ревел Все Там Уже Это Все У меня Сразу Слезы Полились Она Здесь Сидит Плачет Не Верится Просто Что Она Уходит И Все Я Понимаю Что Несправедливый Выгонул Прям Несправедливый Так Я Не Совсем Согласна С вами Уж Простите Ну и что Тебя Выгнать И Отдаю Своё Место Оле Да Давай Желтаченко Вали Ну Блин Ну Как Ты Можешь Хотеть Уйти Когда Ты Пришла Для Себя Меняться Ну Как Ты Можешь Ради Какого-то Человека Который Не знаю Ну Он Такого Не стоит Чтоб Ты Не Менялась И Ушла За Территорию Шкуру Лидия Я Верю Что Крис Это Делала Максимально Искренне Мне кажется Она Просто Видела Боль В моих Глазах Что Типа Я Не Хочу Расставаться С Олей И Она Видела Олю И Она Просто Не Хотела Чтобы Рано Или Поздно Она Расстанется С Я Просто Знаю Насколько Для Них Это Больно А Для Меня Эта Неделя Была Такой Как Я Уже Морально Готовилась Что Я Уйду И Поэтому Я Решила Что Я Могу Себе Позволить Отдать Место Оле Мы Бы Поняли Этот Выбор На Пятой Неделе На Шестой Это Финишная Прямая И Наша Рекомендация Вам Крис Максимально Поддержать Свою Подругу Ларису Которая Сейчас Должна Бороться За двоих Это Какое-то Шоу На самом деле Это было Шоу Для меня Я не поверила Сразу Что-то Искреннее Потому что Крис знала Что Она Каждый Не выгонит Но она Знала У каждого Своё Время Каждому Нужно Своё Что-то Изменить И Каждый Уходит Тогда Когда Ему Предстоит Поэтому Вот это Благородство Вот это Милосердие Нет Я Уйду Но я Этого не понимаю И понимать Не хочу Ольга Я Наверное Начала Понимать Что В ней Сил Намного Больше Чем У меня Оль Надо Пожить Самостоятельно Ларисе Пожить Самостоятельно И Это Такое Разделение Оно Все Все Какие Я думаю Что Пойдет На пользу Кому То На Золотую Брошь Несправедливый Выгон Ну Окей Решение Продюсеров Я бы не расстроилась Если бы и Крис И Сырка На этой неделе Выгнали А Тарюху Не надо Выгонять Она такая Пусечка Ручечка Такая Зайка У вас Краски Так Хорошо Вышивала Бисером Пшеном Друзья Спасибо Большое Что были С нами На этой неделе Увидимся На 11 Выпуске Еще смотрите Нашу реакцию На шоу Кандитер И Молодые Ножи Вот Всем пока Запись камеры Заканчивается Сколько мы успеем Еще Попусить Ух